Мне кажется, что одна из важных тем и больших пробелов у многих разработчиков это область тестирования. И от нее страдает просто огромное количество проектов, продуктов, команд, всего чего угодно. То есть появилось очень много инструментов, появилось очень много технологий. У нас есть контейнеры, у нас есть Spring Boot, у нас есть куча еще всего, но мы по-прежнему пишем некачественный код. И мы пишем некачественный код и создаем сами себе новую работу. И работа начинает зацикливаться. То есть вы исправляете что-то, создаете новую работу. Делаете эту работу, успешно с ней справляясь, создаете новую работу. И мне кажется, вот сейчас на текущий момент лично из моего ощущения, а я бываю по очень многим компаниям, из моего ощущения вот эта эффективность разработчика, она очень сильно теряется, если у него нет хорошего, здравого инструментария для тестирования. Вот, поэтому об этом мы сегодня и поговорим. Как же в современном мире Java-разработчик должен тестировать свой код, свои приложения? Формат такой, больше свободный. Я буквально в паре слов расскажу о себе. После этого мы порисуем немножечко. Я соберу от вас, и чего вы вообще хотели услышать сегодня. Вы же до чего-то сюда пришли. И после этого мы рассмотрим разные топики интересные по поводу того, на конкретном коде, на примерах, как именно это выглядит. То есть как именно пишутся тесты в современном мире в Java, и какие аспекты они могут покрывать. Давайте начнем с меня. Меня зовут Николай Леменков. У меня есть Twitter, XP Injection. Если у вас тоже есть Twitter, присоединяйтесь. Я достаточно давно работаю в IT. Более 13 лет я работаю на позициях тех лида, деливери менеджера. С мая прошлого года я полностью ушел в консалтинг. И на текущий момент помогаю многим продуктовым, в основном, компаниям делать свои продукты лучше. Где-то я делаю архитектуру, помогаю. Где-то я помогаю настроить процессы. Где-то я помогаю с непосредственно кодом и продуктом, решением самого продукта. Вот, по-разному бывает. Но теперь вот уже почти год я полностью в консалтинге. Когда-то в далеком 2009 году мы основали тренинговый центр XP Injection. И от него начали проводить множество образовательных мероприятий. В том числе большие конференции. Это конференция Selenium Camp. Конференция по автоматизации и тестированию. Вот ближайшая будет буквально 2-3 марта. Мы собрали очень интересную программу. GE Conf. Конференция для Java разработчиков. Кто когда-нибудь был на GE Conf? Все? Больше никто никогда не был на GE Conf? Капец, помню. И конференция XP Days. Это конференция, посвященная agile инженерным практикам. Почему я про них рассказываю? Ну, во-первых, я приглашаю вас съездить на конференцию. Это очень интересный опыт. Вы можете пообщаться с разными интересными людьми, собранными не только с Украины, но и с других стран. С разнообразной совершенно экспертизой. В этом году, например, на том же GE Conf мы привезем создателя спринга и всего, что с этим связано. Человек, который курирует все спринг-направления. Привезем много еще других интересных спикеров. Поэтому приехать на конференцию – это очень прикольно. Плюс к этому мы достаточно большое внимание уделяем тому, чтобы после конференции оставалась большая база знаний. Поэтому на любой сайт перечисленных конференций вы можете зайти и абсолютно бесплатно, без регистрации SMS, посмотреть огромное количество видео. То есть со всех докладов, которые проводились за все годы конференции, выложено все видео полностью в открытый доступ. Если вы поленились, таки поехать, хотя мне кажется, это странно в современном мире для айтишника. Но тем не менее, вы можете абсолютно спокойно найти на видео много интересного материала. Все, это был единственный слайд, который мы здесь сегодня увидим. Давайте теперь к вашим ожиданиям. Кто чего хотел бы сегодня вообще увидеть, услышать, узнать? Поднимайте руки. Все, никто ничего не хотел? Тогда мы очень быстро можем закончить. Да. Это не пацану человек, мы с этого собирались сначала. То есть, юнит, юнит, версус, интегрейшн. Отличный вопрос. Еще. Тест-контейнерс, отлично. Тест-контейнерс. Еще. Давайте. Вы же все шли сюда с какими-то ожиданиями. Вы хотели чего-то услышать, чего-то узнать. Вы же не просто пришли провести, не знаю, сидя на стуле три часа. Тестирование на уровне базы данных. Окей. DB. Level. Тестирование. Тестирование. Смелее, смелее. Какое тестирование? Функциональное. А что вы вкладываете в понятие функциональное? Ну, API – это же не функциональное тестирование. Я найду в публике со стороны теста. А где нам здесь спецификация API? Спецификация API. Но спецификация API – это не совсем же функциональные тесты. Функциональные тесты, они тестируют конечную функциональность, которую мы предоставляем конечному пользователю. Если наша система предоставляет API как конечный продукт, то тестирование API – это есть функциональное тестирование. Если у нас на конечном продукте, это, не знаю, веб-приложение, мобильное приложение, то функциональные тесты – это те тесты, которые тестируют функциональность вот этих приложений. Вам это интересно? Или скорее API-тестирование? API-тестирование. Хорошо. Запишем API-тестирование. Еще? Нагрузочное. Окей. Вот. Вот это очень хороший вопрос. Очень хороший вопрос. То есть, что покрывать, да? Вот это хороший вопрос. Мы по нему прям плотненько пройдемся. Окей, еще. Смелее. Я сейчас запишу еще про Spring Boot. Мы вот тут вот будем говорить про вот это. Мы, кстати, завтра будем проводить семинар по Spring Boot утречкам с 10 до 2. Вот. Если кто-то спрашивал, то у нас там, наверное, еще мест 5 есть люди, которые не оплатили. Мы неизвестно, они не оплатят свою часть, не оплатят. Поэтому потенциально мест 5 у нас есть. Окей. Кто еще поднимал руку? Да. Мода такая есть, да. Скажу так, что при распиливании мы точно не будем рассматривать, потому что там все до такой степени индивидуально, что какого-то общего сценария вообще нет. Ну, потому что там все очень-очень сильно зависит, как вы изначально писали, как структурировали проект. Поэтому если вы распиливаете что-то, что вы уже заведомо делали более-менее модульным, то вы не столкнетесь с проблемами. Если вы делали такой монолит-клубок, где у вас там все вызывали всех и точно так же тесты там тестировали все, что хотели, то там капец вообще полная сложность, да. То есть поэтому этот вопрос мы не коснемся, но самих микросервисов и как тестировать в мире микросервисов обязательно коснемся. Майкросервисы. Есть. Еще. Да. Чуть-чуть не в эту область, я запишу каким-то другим цветом. Вопрос, конечно, интересный. Ну, чуть-чуть не то. Раз, докс. Пим. Есть. Еще. Да. Как вы заставляете разработчиков читать? Я вообще никого не заставляю. Я никогда никого не заставляю. Но есть команды, и нету как-то, допустим, вы пишете. Вы утонете. Сможете. Конечно. Это бессмысленно. Это даже бессмысленно, потому что люди, которые будут приходить и менять код, которые уже покрыты тестами, которые будут ломать тесты, они будут их отключать там и так далее. Это сделается, это продажа. Вообще, любая техника, любая практика, любой инструмент – это продажа. Вы должны, для того, чтобы успешно продать, вы должны решить проблему того человека, у которого она есть. Если у того человека нет проблемы, то есть особое искусство продажи. Это надо вместе с ним выдумать эту проблему. Причем сделать так, что ему показалось, что это он только что понял, что у него есть эта проблема. И тогда решить эту проблему вновь выдуманную. Но это отдельное искусство продажи. Это из разряда, когда вам звонят в дверь, говорят, а не нужен ли вам пылесос. Вы говорите, не, не нужен, у меня только что, вот я недавно купил новый пылесос. И тебе определенными манипуляциями показывают, что тебе экстренно нужен этот пылесос. Вот это чуть другой случай. А классический сценарий – это когда тебе просто показывают, как твои бытовые проблемы, которые у тебя есть, ты можешь решить. Для этого нужно очень серьезно понять, а какие проблемы есть у разработчиков. Есть разработчики, например, которые работают, им на все начхать. Ну, то есть таким разработчикам тяжело что-то продать, потому что для него, ну, сегодня я пилю вот это, завтра пилю вот это. Ну, если я делаю какую-то циклическую работу, дебажу, еще что-то, ну, окей, как бы я в шесть уйду и завтра в десять или там во сколько-то приду. То есть мне на все начхать. То есть такому человеку, понятное дело, тяжело продать. Человеку, у которого есть какие-то собственные пожелания, например, ему хочется работать, не знаю, над какими-то новыми решениями, новыми технологиями, фичами, ему не хочется заниматься там вылаживанием по коду в попытках выявить, а где в этом витиеватом переплетении кода скрылся дефект и головняк вот этот. Вот. Ответственность ему не хочется нести, не хочется, чтобы ему звонили по ночам и говорили, блин, там дефект, надо там что-то редеплоить и так далее. То есть это такая многофазовая штука. Изначально нужно просто больше перекладывать ответственность за то, что написано на разработчиков. Мы, к сожалению, во многих компаниях не несем ответственность за то, что мы сделали. В продуктовых компаниях все не так. Во многих продуктовых компаниях команда developit microservice и это значит, что эта команда полностью отвечает за этот microservice. Если с этим microservice что-то не так, в продакшене вам позвонят в 3 ночи, в 2 ночи, в 5 утра, никого не будет волновать, во сколько вам позвонить и сказать, что идите, поднимайте ваш microservice. Потому что есть ответственность прямая. Вы написали что-то, вам дали весь инструментарий, вам платили деньги, вам предоставляли тулы и все что угодно. И сказали, сделайте так, чтобы мы не просыпались ночью. Вы не сделали. Раз вы не сделали, просыпайтесь ночью. Вот тут начинает уже прямая зависимость появляться. Я не хочу ночью просыпаться. Чтобы ночью не просыпаться, я могу что делать? Могу отключать телефон, не сработает такой вариант. Либо мне могут предложить решение, которое может очень сильно уменьшить риск того, что я буду просыпаться ночью. Если мне его удобно обернут, покажут, как оно мне позволит не просыпаться ночью, я его куплю. По крайней мере, я куплю попробовать это. Или, например, когда я понимаю, что мы не можем ничего зарелизить, у нас дефекты порождают дефекты, порождают дефекты. Из-за этого на нас все пыжат, заставляют овертаймить и так далее. Я этого тоже не хочу. Если мне кто-то даст инструмент, который позволит мне этого не делать, но здесь опять же моя вот эта вовлеченность в продукт должна быть хоть какая-то минимальная. То есть, если меня пытаются сказать, что это же ты написал хреновый код, что ты уходишь в шесть, а я говорю, нет, извините. Вы мне платите просто, чтобы я что-то писал. Я просто пишу, оно не работает, но вы же все равно мне заплатили. Такому человеку вы ничего не продадите. Таких людей просто надо аккуратненько изымать и отправлять куда-то в другое место. Просто они тогда скучкуются в каких-то таких очень неудачных проектах и там будет такой трэш. Периодически время от времени в такой трэш призывают людей наподобие меня, которым говорят, смотрите какой трэш получился, давайте что-нибудь с этим сделаем. И эти люди перекочевывают в другое место, в другой трэш. Но эти уголки трэша, они будут всегда продолжать оставаться. А если люди здравые, вам нужно найти их проблему, показать их проблему, вместе с ними осознать и донести до них, что это реально проблема, и когда эта проблема есть, понять, а как любой подход, любая практика, не знаю, CI, TDD, Docker, IntelliD, любое, все, что вы не предлагаете, как оно решит эту проблему или поможет ее каким-то образом уменьшить. Вот вы этот путь строите и его продаете, но только этот путь надо продавать таким образом, что вы сами вовлечены в это, т.е. вы больше делаете lead by example, т.е. вы не можете стоять в стороне и говорить, вот если бы я был вами, я бы писал тесты. Так сработает с трудом. А вот если вы показываете, как действительно там тесты помогают, ваш код, например, там вы не просыпаетесь по утрам в 5 утра, потому что ваш микросервис работает без проблем. Вы, не знаю, можете любое изменение задеплоить сразу же, по пайплайну проходит quality gate из тестов и вы говорите, ну все, я готов в порт деплоить. А кто-то мается, сидит там в пятницу вечером, не может уйти из офиса. Вот на этом дифференсе вы можете что-то продать, как пример. Но цели и вот эти вот проблемы, они у каждого разные. Если их не понимать, то можно продавать до бесконечности и ничего никогда никому не продать. Особенно, когда вот эти цели не разделяют все. То есть получается, что эти цели разделяете вы, может быть еще менеджмент, но все остальные нет. Или наоборот бывает, все в команде это разделяют, менеджмент не разделяет. И говорит, сколько процентов времени вам дать, чтобы вы тесты писали? Сколько? Трекайте время на то, сколько вы писали тесты и так далее. Ну мой путь вот такой. Да, чего еще ожидается? Exceptional flow или acceptance criteria? Acceptance test. Хорошо. Acceptance test. Есть. Давайте еще последнее. Кто хочет последний? О, и TDD замкнет этот круг. TDD. Замечательно. Теперь надо листик оторвать и выбросить, чтобы никто не знал, какие у нас были ожидания. Не, на самом деле листик нам надо по-любому оторвать. Вот, давайте начнем с первого. С первого начнем. Unit versus integration test. Помните все такую штуку, как пирамида тестирования? Все ж, наверное, видели ту самую незабвенную пирамиду тестирования, которую показывали на всех конференциях уже столько миллионов раз. О чем она гласит? Кто-нибудь помнит? А как она держала? А почему так? То есть основной из факторов, насколько они ближе, смотрите, ближе всего и лучше всего с точки зрения понимания, что у нас точно все работает, наверное, самые близкие к пользователю. Ну то есть вот если мы запускаем unit test, он вряд ли говорит о том, что пользователь вообще может приложение увидеть. Мы запустили unit test, он нам ничего на самом деле не сказал, он сказал только то, что какой-то кусочек кода разного размера, поменьше, побольше, это не всегда один метод или один класс, работает так, как его написал разработчик. То есть разработчик хотел в него вложить какую-то логику и он работает согласно этой логике. Вот что нам говорит unit test. Получается, чем выше мы поднимаемся, тем ближе мы к пользователю, там где-то на UI тестах или на end-to-end тестах, там мы уже действительно тестируем, что вся система пользователю приносит value. Поэтому по идее нам бы хотелось как можно больше тестов туда. И получается цена, видите, то есть мы начинаем говорить уже не о том, какая польза, а мы говорим о том, что каждая польза имеет свою цену. Потому что эти тесты начинают пробегать дольше. То есть чем больше мы задействуем слоев, инструментов, чем больше мы всего задействуем, тем эти тесты начинают пробегать дольше. Это раз. второе получается, что их сложнее писать и они становятся хрупче. Потому что мы подключили браузер, браузер свою хрупкость принес. Знаете, как если что-то имеет хрупкость там всего один процент, то если таких поставить очень много в цепочку, то хрупкость цепочки уже станет там может и 50 процентов быть. Все по-разному. И тут то же самое, браузер вроде как более-менее надежный, там с каким-то процентом может что-то выдать плохое при каких-то обстоятельствах. Вы поставили браузер, за ним веб-сервер, за ним еще что-то, еще что-то, еще что-то. И собирая эту всю цепочку, вы получаете хрупкость. Плюс человеку очень тяжело в голове держать все состояние всего, что у вас есть. То есть вот всего аппликейшена. Вы не видите сторонних эффектов. Вы в тесте, например, что-то сделали и понять, что это что-то могло повлиять на самом деле на какой-то другой тест, который теперь из-за этого стал нестабильным. Это очень тяжело. Поэтому считается вот эта классическая пирамида, что чем мы ниже спускаемся, тем тестов должно быть больше. То есть каждый слой этой пирамиды поддерживает следующий, который стоит на нем. То есть классическая пирамида, я сейчас нарисую, она очень маленькая такая будет у нас, потому что мы от нее будем отталкиваться и говорить о том, что она в современном мире не совсем она. То есть вот у нас есть маленькая пирамидка, пусть из трех слоев состоящая. Юнит, юнит, интегрейшн и, например, юай. Вот три таких слоя у нас будет. Получается основная идея в том, что юнитов очень должно быть много, интегрейшн меньше, юай еще меньше. Вот. Современный мир, он на то и современный, что вещи меняются. И на текущий момент эта пирамидка уже утратила свою актуальность. К сожалению, может быть, и к счастью. Почему? Произошло два фактора. Во-первых, у нас стало гораздо меньше проблем с железом. То есть сейчас у нас гораздо более мощное железо. И поэтому запускать юнит-тесты и интеграционные тесты уже нет такой гигантской разницы, как было раньше. То есть мы говорим, да, юнит-тесты проходят теперь за миллисекунды, а эти проходят, например, за секунды. Но это уже не десятки секунд, не часы, не nightly build. Не, ну конечно можно сделать так, что оно и nightly build будет проходить. Вот. Расставьте слипы везде и все будет хорошо. Но я имею в виду, что сам hardware уже позволяет вам не запускать их сильно дольше. То есть вы не будете так ощутимо дольше их запускать. И вторая интересная штука, что ввиду того, что необходимо, чтобы разработка все ускорялась и ускорялась, выпускаются все новые и новые фреймворки, инструменты, которые позволяют нам писать нового кода, именно кода, все меньше и меньше. То есть получается мы берем фреймворк A, к нему подсоединяем какой-нибудь tool B, storage C, еще что-то. Это все связываем чем-то, мета-информацией. В основном один из таких позитивных стилей, которые сейчас очень часто используются, это мы их связываем аннотациями, то есть такой annotation-driven development, мета-программирование. То есть мы наставили аннотации, думаем, наверное, все это работает теперь. Вот если все эти аннотации я в правильном порядке и везде разместил. Если я где-то какую-то аннотацию пропустил или вдруг разместил ее не туда, компилятор же мне ничего не скажет, правильно? Компилятор вообще по барабану на аннотацию, он скомпилирует и все. Вот. Если annotation-процессор, который за них отвечает, не подсоединился, не сделал свою работу, если вдруг вы какую-то property в environment забыли, который отвечает за эти аннотации, то они не заработают. Но мы код не пишем. Уже прошло то время, когда я помню давным-давно, лет, может, 10 назад, люди писали реально руками контроллер. Ты получал http request, брал у него getparam такой-то, getsession, у него брал get-attribute, там что-то проверял, пихал этот атрибут. Сейчас же этого все мы не пишем руками, правильно? Мы вместо этого навешиваем много-много-много аннотаций разные. Ну или используем другой подход мета-программирования, неважно какой. То же самое с базой данных. Помните, какая сейчас идет прослойка? Что на самом нижнем уровне при доступе к базе данных? По-прежнему оно никуда не делать. А еще ниже? Как мы вообще в любую базу данных можем сделать запрос? SQL. Потом сверху идет, уже сказали, GDBC. Потом сверху что идет? Еще рано GPA. GPA – это обертка над чем-то. Идет конкретную ORM, например, хиберней. Над ним уже идет GPA, а над ним уже идет спринт-дейта. И в итоге вам говорят, все, так вообще не парьтесь. Вы просто пометьте миллион аннотаций и сделаете интерфейс. И в интерфейсе напишите правильно метод. Кстати, правильно напишите метод – это тоже мета-программирование. То есть вы вкладываете в имя метода фактически свой запрос. Вы пишете там findByName. И это обозначает, что надо поискать по полю name, который вы пометили мета-информацию, и у себя в entity, который тоже пометили мета-информацию. Получается, мы вот такого кода, как код, уже почти не пишем. Остается только единственное место, где мы его пишем – это бизнес-логика. Интеграционные все вещи мы уже не пишем. То есть, если где-то какая-то технология не заинтегрирована хорошо, то это, скорее, проблема той технологии. Все говорят – ой, там сложно вообще, если тут технологию подсоединять, там можно голову сломать. А вот аннотация – enable что-то. Эгей, enable Kafka. Все, Kafka получилась. Это большая печаль, потому что я встречаю потом в реальном коде, когда у людей все там очереди, все остальное, все конфидится в аннотациях. Человек просто вычитал на Stack Overflow, что если поставить аннотацию listener и в скобках прописать, какая кью, то она by default создастся. Ну, зачем думать о последствиях? С чем она создалась, с какими настройками? Потом кто-то разберется. Я повесил мета-информацию, кью, все, кью меня заработал, начал что-то отдавать. Два сервиса поднялись, один падает, другой поднялся. Ну и что, блин. Пусть разбирается кто-то другой. Код стали писать меньше. Благодаря тому, что код стали писать меньше, нет чистых юнит-тестов. Их стало очень мало. Они остались только там, где мы реально пишем код. Давайте представим себе, что у нас есть один, какой-нибудь раз модно, давайте затронем, микросервис. Вот у нас есть микросервис, и чтобы сразу по всем этим хайповым базвордам, у нас есть Spring Boot-овый микросервис. Что у нас есть? Давайте я вам подскажу на изначальном этапе, что у нас есть. У нас есть вот на вход к нам прилетает, например, http-api. То есть мы делаем колл какого-нибудь http-api. Какой первый слой нас встречает в Spring Boot-овом микросервисе? Кто встречает нас? REST? REST – это человек? Кто это? Как REST нас может встретить? Веб-сервер нас встречает, правильно. Он никуда не делся. Все так радостно уже думают, все, веб-серверов нет. Теперь же Spring Boot сам по себе. Нет, на самом деле веб-сервер никуда не делся. Он просто embedded. Он просто заэмбедился в ваш супер-JAR и стартует вместе с вашим Java процессом. Вот веб-сервер нас встретил. Окей, что здесь у нас находится? Что мы на веб-сервере на самом деле, какую логику мы имеем там? На веб-сервере? Откуда мы на веб-сервере можем иметь контроллеры? Веб-сервер, Tomcat, что? Зачем он нужен вообще? Кто-то помнит? Контейнер сервлетов. Контейнер сервлетов. Это я понял. Сервлет-контейнер это контейнер сервлета. Логика железная. Я с ней вообще не спорю. Что он делает? Контейнерить сервлеты? Или сервлетит контейнеры? Сокет соединения. Что еще? Работа с запросами. А что такое работа с запросами? Работа с запросами. Во что? Да, что еще? Он суперважное одно делает. Кто тредами управляет? Сервлет-контейнер. Кто же ctps от Terminated? Что это? Кто здесь? Этим всем занимается вот этот вот наш замечательный веб-сервер. Эту работу у него никто не забирал. И Spring Boot ничего по этому поводу не делает, никто другой не делает, потому что тут уже все сделано. Зачастую здесь же многие прикручивают сразу и авторизацию, автентификацию, то есть не обязательно опускают ее ниже. Но теперь уже модно ее опускать ниже чуть-чуть. А вот все, что я назвал до этого, это управление потоками, Terminating HTTPS, управление самими коннекшенами, тайм-ауты на уровне всех, всего, что только можно. Это все делается веб-сервером. Кто дальше встречает наш реквест? Вот он пробрался кое-как через веб-сервер. MVC, точно. Spring MVC. Сейчас мы нарисуем MVC. Надеюсь, что все помнят, что такое MVC. ModelViewController. Замечательно, пробрался он сквозь ModelViewController, что там дальше его ждет? Опять? Зацикливается он? И потом опять MVC, оттуда опять dispatcher-сервер. Сразу база. Контроллер, хреясь база. Окей. Бизнес-логика, она все-таки есть. То есть не только dispatcher-сервер у нас есть. Business logic или services. Services. Чудесно. Дальше кто? DAO или DAL или репозиторий. Понимаете, более классические, старообрядческие терминологии. Data Access Layer или Data Access Object. А потом, замечательно, кто в конце? Они нас к кому коннектят? Они нас коннектят к базам данных. Разным. Причем сторожем именно. То есть теперь уже не обязательно к реляционным базам данных. Вот у нас есть какой-нибудь RDBMS. B пропустил. BMS. Вот тут у нас, например, есть какая-нибудь Cassandra. Cassandra. Cassandra так вот как-то нарисую. Cassandra. Cassandra. Вот. И здесь есть, например, какой-нибудь Redis. K-value. Redis. То есть куча разных сторожей. Чудесно. Вот мы получили какую-то такую простенькую картинку для одного микросервиса. Давайте теперь подумаем, а какие виды тестов у нас будут? Какие вообще виды тестов нужны и зачем нужны? Юниты где будут? Ткните меня туда, где будут юниты. О, сколько вариантов. Еще раз. Где будут? В бизнес-логике. Да. В бизнес-логике будут юнит-тесты. Почему юнит-тесты будут там? Потому что там мы реально пишем код. То есть бизнес-логику пока. Вот. Не всю можно нормально автоматизировать и сделать из нее тоже integration. Хотя многие компании активно пытаются это сделать. Если вы в своей компании или в проекте пробовали использовать какой-нибудь rule engine, то вот это попытка автоматизировать, скажем так, интеграцию вот этой бизнес-логики, чтобы вместо кода у вас получились строительные блоки. Вот есть какая-то, скажем, абстрактный кусочек, вы его соединяете с другим абстрактным кусочком, и это все менеджится не вами в коде, а это менеджится в rule engine. И тогда получается, что вот этот весь кусок или солидная часть этого куска заменяется на rule engine, и отсюда вызывается просто через тонкую прослойку правильный rule, который запускает процесс обработки вашей бизнес-логики. И бизнес-логика тогда говорит, если надо что-то сохранить, она сохраняет, надо что-то посчитать, она считает, надо вызвать какой-то внешний API, она вызывает. Но все это менеджится уже не в коде, если это менеджится уже не в коде, то тогда там тоже юнит тестов нет. То есть тогда там уже тесты другого уровня. То есть получается у нас вот на этом уровне, давайте мы единичкой его подпишем, вот эта единичка – это слой бизнес-логики, здесь юнит и интегрейшн. чтобы они были юнитами, что надо сделать? Потому что если мы не сделаем этого, они не смогут быть юнит-тестами. давайте будем аккуратны. Не обязательно мокать, нам надо каким-то образом избавиться от зависимости. Причем, если мы правильно пишем наше приложение, вверх нам не надо избавляться от зависимости. То есть если мы осилили их не вызывать из сервисов контроллеры, вот, может быть там… сейчас дойдем, мы же не дошли еще до МВС. Не, сейчас дойдем до МВС. Вот, бизнес-логики. Наверх мы не ходим, я надеюсь. Вот, то есть это уже совсем другая проблема тогда, если мы ходим наверх. Вот, а здесь нам надо каким-то образом, каким-то образом взять и построить границу. Каким образом? Разные подходы есть. Некоторые строят эту границу с помощью фейковых реализаций. То есть берут, например, и реализуют с помощью какого-то фреймворка весь Data Access Object, который работает на мапах. Ну, то есть вы его используете как обыкновенный, только он полностью работает на мапах. То есть вы говорите там «найди», он ищет в мапе там. Вот, и так далее. То есть, ну, объектную вашу модель точно так же просто в мапы складывать. Поэтому не единственный способ мокать. Но нужно отделиться от него, потому что если мы от него не отделимся, то уже вот это не будет юнитом. Как только поднимется вот это все, юнит уже не будет. Потому что у всего есть свое название. Вот это маркер, вот этот человек, это свитер. И поэтому у каждого предмета, не знаю, еще чего-то есть название. Вот, есть такое понятие – mock object. Мock object – это некая сущность, которая не настоящая, которая пытается заменить настоящую. И у нее есть разные типы. Вот есть тип фейк. Фейк – это когда она просто ведет себя так же очень похоже, как настоящая. Это вот то, что я про мапы говорю. Есть mock – традиционное понятие mock. Мок – это тот, который знает, его чему-то научили, и он умеет делать только то, чего ему научили. Шаг в сторону – он бросает exception. То есть вы говорите, если тебя вызовут и передадут параметр а, верни 3. Вот он знает теперь, что если вызовут а, я верну 3. Больше ничего не знает. Его вызвали с b, он говорит, все пропало, и бросает вам exception. Вызвали вас с а, есть strict mock, есть не strict mock. Если потом в конце, например, теста, а не вызвали его с а, он скажет, блин, я же должен был кому-то вернуть 3, но меня не вызвали, он опять бросает exception. Это strict mock. Не strict mock – это когда он говорит, фух, слава богу, не вызвали, тогда ничего делать не будут. Это обычный mock. Есть еще stab. Стаб говорит, мне вообще по барабану. Вот если придут, вызовут меня, я верну. Нет, нет, я даже не буду ничего париться. Но он тоже умеет только то, чего мы ему научили. Но он не контролирует количество вызовов. И есть spy. Spy – это тот, который следит, ну, шпион, да. Это тот, который… Вот вы его вызываете, он знает какие-то вещи, чего-то умеет, чего-то по дефолту умеет, но он все записывает. То есть вы его вот сколько раз вызывали, он все это записал. И потом говорит, если вы захотите, можно теперь проверить, сколько раз вызвали, что вызывали, когда вызывали, с какими параметрами вызывали. Я все записал. Вот они просто разновидности. Поэтому, когда мы говорим про классический mock, то классический mock – это когда вы говорите, это вызовут вот так-то, оно должно сработать вот так-то. И больше никак. Вот это mock. А fake – это когда вы вообще не знаете, как оно может. Оно может делать все то же самое, что настоящий, только не по-настоящему. Типа вы говорите, фейковый Facebook API. Это значит, что там типа как Facebook, только не Facebook, да. А не так, что вы учите, если тебя вызовут HTTP call такой-то, то ты верни картинку. Если это, то это. Вот разница. Окей, идем дальше. То есть, получается, надо как-то отделиться. Отделились каким-то образом, все круто. Самый большой бенефит – это то, что если вы правильно построили свое приложение логически, то по идее самое ценное в нем вот здесь. Вряд ли самое ценное в вашем приложении – это контроллеры или веб-сервер. Потому что веб-сервер можно заменить один на другой. Здесь фреймарк MVC-шный. Сегодня вы Spring MVC, завтра вам не понравился Spring MVC, вы взяли другой фреймарк. Это не должно влиять на вашу бизнес-логику, на ценность вашего приложения. Ваша ценность вот тут и вот тут, на самом деле, в данных. А вот это вот уровень DAO, чем вы пользуетесь. Одно и то же приложение можно писать, используя GDBC, Plane SQL, Hibernate, Spring Data, неважно что. Так же, как и здесь любой фреймарк. А вот это и вот это – это ваш core. Это вот то, за что вам платят деньги. И тенденция идет к тому, что вот эти слои становятся все тоньше с точки зрения того, сколько вы пишете там кода. Это вот то, про что мы с вами говорили. Поэтому, если мы сейчас перейдем на следующий слой, давайте вверх-вниз пойдем вверх, пусть на уровне MVC, то MVC-слой очень-очень тоненький. Это много мета-информации, которая разбросана. Но эта мета-информация, она для чего? Она для того, чтобы в ваш вызов заинтегрировать части WebMVC-фреймворка. Например, вы пометили, что это у меня там GetMapping какой-то. Что вы говорите? Ага, если придет GetRequest, то будь добр, с ним поступи вот так-то. Проверь, что он подходит нам. Если подходит, то тогда процесс все остальные аннотации. Например, вы поставили парам-аннотацию. Она говорит, давай проверим, есть ли такой параметр. Если нет такого параметра, брось exception. Если такой параметр есть, передай его в этот метод, который мы только что нашли. Это же логика, правильно? Раньше вы ее писали ручками, теперь вы ручками ее не пишете. А что в коде осталось? Вот по-хорошему, если подходить грамотно к тому, что должно остаться в коде самого контроллера, что там должно быть? Вызов сервиса и все. Причем самое смешное, что не вызов одного сервиса, второго и это пойди еще сюда, потому что это тоже логика. Валидация, но валидация не бизнес-логики. Валидация того, что к вам пришли валидные параметры для бизнес-логики. То есть если вам, например, говорится о том, что зачем мне в систему запускать пустую строку, то зачем мне там внутри проверять? Я проверю и тут, что это не пустая строка. Permission, это много делает VCLR, но я имею в виду, что с точки зрения кода там просто вызов сервиса. Все. Некоторые люди так расстраиваются, когда им показывают, говорят, а чего вот у вас там пять вызовов сервиса? Они говорят, а что тут плохого? А плохо то, что вы, например, не имеете единой транзакции. Вы в одном сервисе что-то вычитали, проапдейтили, идете дальше, а ваш метод взял и упал. Или вас выключили в этот момент. И вы наполовину данные запихали, а наполовину не запихали. И самое забавное, вряд ли кто-то, кто-то даже слова такого не знает, идемпотентные. Вот. И вряд ли кто-то все время думает, блин, каждая операция должна быть идемпотентна, пожалуйста. Вот. А не идемпотентность обозначает, что в следующий раз вы поднялись, и оно подошло до какого-то шага, опять попробовал это вставить, только теперь что произошло? Там же данные уже есть. Оно упало с эксепшеном. И в итоге вы зашли в вечный цикл. Особенно это красиво работает для месседжей. Вы начали обрабатывать месседж, сделали две вставки, например, и упали. Месседж остался. И он теперь зашел в вечный цикл. Он теперь будет подниматься, пробовать вставить, падать, ретрай, падать, ретрай, падать, ретрай. И самое еще смешное, что у тех, кто особо прямо руки, то у этих еще он блокирует все остальные месседжи. Потому что он висит на топе, и все остальные месседжи не могут сквозь него пробиться, потому что, говорят, тот товарищ еще до сих пор не обработался, нам нет смысла обрабатываться. И в итоге все, все зависло, вся система остановилась. Вот. Поэтому здесь кода нет как такового. Поэтому здесь единственные тесты, которые надо писать и которые имеют ценность, это пункт номер два, это integration. И integration это насколько мы грамотно с помощью метапрограммирования синтегрировали разные части MVC воедино. А сам вот этот код, который мы вызвали метод сервиса, его нет смысла отдельно тестировать. Давайте ниже опустимся сюда, на уровень DAO и DAO. Здесь вообще уже дошло до такой степени абстракции, что можно открыть реально пакет и увидеть вообще одни интерфейсы. Все, даже кода, получается, не написали, что тестировать интерфейсы. Вот. Получается, что здесь тоже по умолчанию остались только интеграционные тесты. Integration. Но я говорю опять же про современные инструменты, про современные подходы. Если вы до сих пор пишете на уровне DAO свой класс, в него пишете там, дай мне GDBC template, GDBC template, вызови там что-то. У вас код есть. Вот. Если вы не так пишете, то у вас там кода реально нет. Поэтому интеграционные тесты очень важны, но это именно интеграционные тесты. Теперь, каких тестов еще у нас не хватает? Не, рановато еще системы. Мы же три слоя, а вот этот слой не захватили. Что вы сразу с нагрузочной, UI еще, UI вообще никакого нет. Мы один HTTP endpoint разбираем. Есть смысл интеграционными тестами. Так это же не unit test. Это же интеграционный тест. Ну, ему нужно проверить реально, что работает не механизм самого контроллера, не то, что вы написали, а что работает внешний по отношению к контроллеру механизм, который возьмет ту мета-информацию, которую проставили вы, и из нее сделает действие. То есть вы тестируете интеграцию ваших мета-аннотаций с MVC. Поэтому тесты интеграционные. Не, нам точно так же, для того чтобы он остался, опять же, чтобы он остался интеграционным, а не всеобъемлющим, нам точно так же хотелось бы вот тут вот так вот обрубиться по-хорошему. Потому что иначе он полезет сюда, этот полезет сюда, и мы опять поднимем всю систему, что не очень бы хотелось. Но где-то нам все равно, у нас сейчас очень сильно не хватает проверить, а вот это все вместе заводится. Представьте себе, вы печете это, слоеный пирог. Кто-то говорит, блин, я отвечаю за слой с морковкой. Кто-то говорит, а я за слой с грибами. Кто-то говорит, а я там еще за какой-то слой. А не факт, что из этого получится нормальный пирог? Каждый слой будет классный, его размажут, все, но не факт, что пирог будет держаться. Поэтому у вас не хватает теста, который бы протестировал, что теперь можно сквозь пройти вот так вот и получить результат. Не факт, что даже если вы протестировали на каждом уровне, не факт, что вообще приложение подымается. Вот совершенно не факт. Элементарный пример. Вы протестировали бизнес-логику сервиса, окей? Протестировали юнит-тестами, все, посоздавали кучу юнит-тестов, сто два процента достигли кавериджа, и забыли поставить аннотацию сервис. Ну все, приложение не подымется, но все тесты зеленые, сто два процента, менеджеры счастливы, там все happy. Метрики кричат ура, но ничего не работает. Или точно так же, ну ладно, с MVC потом более предметно поговорим. Вот, получается, не хватает у нас API теста. То есть это наш четвертый point это API тест. То есть это те тесты, которые будут тестировать, что API целиком проходит сквозь все слои и возвращает нормально. Теперь вот тут получается, что у нас вышло вместо пирамиды? У нас совсем немножечко юнит-тестов. Ну как совсем немножечко, все зависит от объема бизнес-логики. То есть если бизнес-логики у вас очень много, то тогда их много. Если очень-очень-очень много. Интеграционных их гораздо больше, потому что интеграции просто гораздо больше. Получается, что у нас вот это второй слой, он зачастую больше даже, чем количество юнит. А количество API по той же причине, из-за того, что мы не хотим поднимать всю систему и прогонять через нее все-все, это все равно по-прежнему медленно, к сожалению большому. Если это когда-то станет очень быстро, очень-очень, то есть миллисекунды, то нам будет выгоднее перенести еще дальше. То есть видите, мы сейчас уже сместили многое с юнит на интеграционный, если мы сделаем еще немножечко технологического развития, возможно мы перейдем все еще на уровень выше. Но есть другие бенефиты, мы о них просто поговорим чуть-чуть позже, почему именно юнит здесь и почему лучше тестировать по месту. API-тесты проходят сквозь, и API-тесты, в принципе, они могут, скажем так, группироваться. То есть не обязательно делать очень гранулярные API-тесты, наподобие, вот я дернул вот этот API-метод и все. То есть можно дернуть один метод, к нему дернуть рядышком второй метод и сделать какой-то сценарий. Самое главное, что он протестировал, что можно сквозняком пройти. Все остальное у вас должно быть протестировано на слоях. Вот. И теперь интересный момент такой еще, такая логическая штука. Все слышали про, ну, может быть, кто-то, по крайней мере, слышал про такую штуку, как ports and adapters архитектуры. Это отдельный большой-большой топик. Посмотрите в интернете. Идея заключается в том, что у нас, к сожалению, во многих приложениях ключевым являются фреймворки, там, не знаю, интеграции с чем-то. А на самом деле должна быть ключевой бизнес-логика. И причем это должно быть очень явно. То есть все остальное должно строиться вокруг бизнес-логики. Мы же размазываем нашу бизнес-логику часто по каким-то интеграциям, по каким-то тулам, по еще чем-то. Ее нет как таковой в коре. А идея вот как раз вот ports and adapters в том, что в центре, в центре есть вот эта вот бизнес-логика. А к ней есть порты. Это те, кто предоставляет возможность каким-то образом доступиться к этой бизнес-логике. То есть, например, вот это у нас http-порт. Вот мы берем и через http с помощью тоненькой прослойки. Получаем доступ к бизнес-логике. У нас может быть, например, реактив. То есть, у нас есть прослойка, которая к этой же бизнес-логике дает нам более реактив, ну, stream-based подход. Может быть, здесь вот тут вот может быть какой-нибудь веб-сервисес. Веб-сервисес. И получается, что современные как раз подходы идут к тому, что мы натурально начинаем мигрировать вот в этот тип архитектуры, если мы правильно все делаем. То есть, у нас вот этот слой стал очень-очень тоненьким. Мы буквально берем, расставляем аннотации, типа, вуаля, все работает. Вот это, если нам нужно веб-сервисы подключить к каким-то бизнес-логике, сейчас это тоже примитивно, да, 3-4 аннотации, и вуаля, все готово. Надо реактив, та же самая штука, да, spring-5, webflux подключил, все, то же самое, как контроллеры написали. Получается, это у нас уже есть. Здесь это адаптеры, позволяют нам данные адаптировать к разным базам данных. Здесь то же самое, здесь еще лучше даже, потому что у нас есть Spring Data Cassandra, да, Spring Data Redis, Spring Data GPA, которые позволяют вообще ультра тоненькой прослоечкой, с помощью интерфейса и аннотации уже дать возможность сохранять данные куда-то. А вот это, вот это ядро, и оно должно быть очень круто покрыто юнит-тестами, потому что они ультра-быстрые, уже теперь понятие ультра-быстрые, то есть весь сьют юнит-тестов может пробегать там, не знаю, за секунду, тысячи, потому что они же ничего не делают, они все в памяти, они никуда не обращаются, они просто создают объекты и вызывают их методы между собой, то есть там нечему долго запускаться. Вот это интеграционные тесты, которые на непосредственные порты и на непосредственные адаптеры, тогда понятно, почему они интеграционные, потому что они интегрируют нашу бизнес-логику с внешним миром. Вот эту интеграцию мы как раз и тестируем. Вот, да. Кого? Там ее нету, ее по факту там нету. Если вы пишете все правильно, ее там нету. Потому что, когда вы говорите, там есть минимальная логика, вот у нас бизнес-логика. Это все делается мета-информацией. Правильно, интеграционным тестом. Вы это тестируете интеграционным тестом? Конечно. Нету смысла другого. Окей. API тест. Теперь мы, получается, получили полную картинку по одному микросервису. Не хватает картинки, а что если этих микросервисов много? 10, 20, 30, 40. Вот. Тут появляются разные другие интересные тесты. То есть, например, появляется такая штука, как… Это у нас какой же пунктик? Пятый. У нас появляются системные тесты. System test. У нас получается end-to-end тесты. E-to-E тесты. И у нас появляется замечательная штука, как контракт тесты. Вот. Давайте с каких-то… Давайте с каких-то начнем. То есть, например, что такое end-to-end тест? Вот у нас есть наша система, которая представляет из себя набор микросервисов. И мы, когда тестируем всю систему целиком, то есть мы проводим бизнес-сценарий, что этот микросервис, мы его вызвали, он нам что-то отдал, мы взяли то, что у него есть, отдали куда-то еще, что целиком сценарий… Или этот микросервис вызвал другой микросервис. Вот это целиком мы протестировали, что система работает правильно, на уровне системы. End-to-end – очень такой гибкий термин, потому что его применяют как к чему угодно. Вот абсолютно к чему угодно можно применить end-to-end. Кто-то говорит, о, это же end-to-end тест. Ну, наши API-тест, правильно? End-to-end. С этого конца до этого конца. End-to-end. О, видите, конец отвалился. Вот. Все по-честному. И получается, что настоящее его понимание, которое изначально закладывалось в end-to-end, это закладывалось, когда у вас есть система, которая еще интегрируется с кучей чего. Например, у вас есть CRM, у вас есть фейсбук, у вас есть еще что-то. И это здоровая штука, и ваша система вот она. То есть вы можете протестировать свою систему, но бизнес-сценарий такой, что когда ваша система, вы в нее что-то ввели, она сгенерировала запрос в CRM, CRM послала куда-то письмо, это письмо пришло куда-то, человек кликнул по ссылке и погнало, пошло, поехало. То есть вы не одни во всей вот этой инфраструктуре. И получается end-to-end тест – это тот, который тестирует реально полностью бизнес-флоу с интеграцией со всеми другими системами, которые у этого есть. Если вы когда-нибудь смотрели, как работает банковский софт, то в банковском софте вы интегрируете просто с гигантским количеством разных интересных вещей и написанных совершенно разнообразными компаниями, вендорами, кем только они не писаны. И там как раз большая часть – это понимание, что end-to-end, без end-to-end там вообще ничего не заведется. Вообще нет понимания, что тот вендор выполнил там свои обязательства, его система, которая деплоится у него же, у вендора, что она реально работает. И поэтому там много дополнительных вот упора на end-to-end. И контрактное тестирование. В чем проблема начинает появляться? Все начинают переходить на микросервисные архитектуры. И получается микросервисов становится больше, 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 больше. Чем их больше становится, тем они больше начинают между собой взаимодействовать. И получается мне для того, чтобы понять, что система работает, надо поднять все микросервисы и сделать какое-то вот такое системное end-to-end тестирование. А представьте, что их 150 или 200. Я на своей машине не подниму 200 докер-контейнеров. На каком-то environment это тоже становится уже очень дорого. То есть я как девелопер хочу просто протестить, что мой маленький микросервис ведет себя во всей системе адекватно и мне надо поднять 200 микросервисов. То есть здоровую систему. Представьте, что в Netflix. Мне надо поднять микро Netflix и проверить там колл к своему сервису через всех, что я никого не поломал. Это становится очень затратно. И поэтому люди приходят к такому же подходу, к которому мы приходим в коде, когда вот mock-object изобретали. Только так, чтобы избежать проблем mock-object. Основная проблема была mock-object и то, что сейчас на микросервисах это вот самые последние тенденции, что развивается. То есть если есть у нас два микросервиса, один, например, где бы его нарисовать, вот тут A, и он вызывает B. Получается, что B предоставляет сервис для A какой-то определенный. Например, он, не знаю, хранит всех юзеров. И A у него спрашивает, а дай-ка мне юзера вот такого-то. Он ему говорит, вот держи. Это же и Sony, там XML, неважно в чем. Получается, что A надеется, что B будет вести себя так, как он должен себя вести. Но в чем эта надежда заключается? Она лишь надежда. То есть если он себя перестал так вести, то A об этом узнает, когда, когда вызовет его. Ну и никаких других вариантов по умолчанию у него нет. Концепция mock object заключалась в том, что A для того, чтобы тестироваться и для того, чтобы убеждаться, что он работает, будет ограждаться от реального B и заменять его на mock object. Но как только A заменяет B на mock object, то у A возникает другая проблема. Он может сделать какие-то фиксированные предположения по поводу B. Но эти предположения могут перестать быть валидными. Например, он говорит, если я пошлю в B, там, например, пустую строку, то B вернет мне 400. И он все протестировал, что он на 400 отреагирует так-то, конечному пользователю вернет вот это, там все хорошо. А теперь B поломался и теперь вместо 400 отдает 404. Поломался. А они готов к этому. А у него все зеленое, все тесты зеленые. Почему? Потому что он зафиксировал поведение B, которое он думал, что должно быть. И поэтому на уровне микросервисов такая техника очень рискованная. И поэтому люди не готовы заменить на нее end-to-end тестирование или системное тестирование. Но они пошли дальше и сказали, так давайте мы сделаем такой двухсторонний контракт. То есть получается, когда мы будем иметь вот здесь описание вот этого протокола, то мы будем в две стороны генерить обязательства. То есть мы, во-первых, вот этому A, который по вот этому контракту будет работать, мы ему выдадим фейковую реализацию. Ну смотрите, что такое контракт. Я пишу, что если B вызывают с конкретным, например, там юзером A, да, юзером админ, то он должен вернуть там то-то. Есть какой-то precondition, что юзер админ должен находиться в базе данных и так далее. Этот контракт описывается в каком-то виде, например, в DSL. После этого A может получить очень хорошие фейки, фейковую реализацию. Потому что у него же есть, если я вызывал с админом, должно вернуться это. Но и в другую сторону мы получим, то есть сюда я сейчас запишу фейк. Фейк. А сюда мы получаем набор тестов на то, что B действительно ведет себя так, как нужно. То есть мы из одного контракта в одну сторону сгенерили фейки, в другую сторону сгенерили тесты. И теперь получается, что B, когда выкатывает новую версию, то он собирает у всех вот таких A, которые существуют, те, кто с ним подписали контракт. Он собирает контракты, генерит из них тесты и запускает эти тесты на себе. И если он эти тесты проходит, это значит, что он никому не поломал контракт. Если он эти тесты не проходит, то это значит, что он кому-то поломал контракт. И он знает, кому. Он идет к той команде и говорит, привет, у нас тут поменялось, вместо 400 возвращается 404. Давайте вы у себя тоже подправите, мы поменяем контракт и тогда уже выкатим вместе. Потому что иначе мы вас поломаем или вы нас поломаете, то есть у нас не будет согласованность. Эта тема сейчас очень активно развивается. Благо тулсет только начинает создаваться, еще не очень, скажем так, есть много опций. На текущий момент самая популярная опция – это Pact, который является языконезависимым. То есть можно писать вот такие контракты в обе стороны на любом языке программирования. То есть если у вас один микросервис написан, например, на Python, а другой написан на Java, что вполне себе ок, то все будет работать. Второй – Spring Cloud Contracts. Spring Cloud Contracts он работает только на Java. Но у него другой плюс есть. Он поддерживает, например, контракты через очереди. То есть этот поддерживает контракты только через HTTP, а Spring Cloud Contracts поддерживает еще через очереди. Он может сказать, я шлю тебе месседж вот такой-то структуры и вот месседж ты должен принять там и что-то мне назад вернуть. Например, вернуть мне тоже месседж или вызвать еще что-то. То есть вот такие контракты он тоже поддерживает. Поэтому выбор есть, но пока очень ограниченный. Но количество инструментов, которые вот это начинают делать, их все больше и больше. Цель этого – высосать как можно больше вот из этих и туи и системных тестов на контрактные тесты. Потому что контрактные тесты могут запускаться независимо. То есть вы берете один микросервис, собираете все контракты и на него запускаете. Вам не надо поднимать все остальные микросервисы вживую. Что выгодно? Вы экономите на инфраструктуре. Если у вас 3-5 микросервисов, может вы не сильно сэкономите на инфраструктуре. То есть это можно поднимать и локально, и на CI-environment, где угодно. Но когда у вас их становятся сотни, тысячи, то там уже вот этот подход становится очень-очень важным. Поэтому двигают его как раз компании, у которых много микросервисов. Вот. И активно продвигают, появятся еще новые тулы. In general картиночка прояснилась. Да? Чудесно. Давайте теперь посмотрим, как это вообще выглядит вживую. Возьмем какой-нибудь очень достаточно банальный проект. Потом можем посмотреть не на банальном, кому станет интересно. Но на банальном просто не надо в бизнес-логику сильно вдумываться. Вот. Возьмем Spring Boot тот же самый. Для того, чтобы было понятно, как это работает на современном подходе. Вот. У нас будет такой Library Application. Очень-очень простой. У нас будет Book Controller. Ну мы сейчас начнем сразу с тестов. То есть первое, про кого мы будем говорить, он здесь называется специально неправильно. Потому что его нужно будет в рамках курса как раз исправлять. Вот. Он называется Rest Book Controller Rest Assured System Test. На самом деле это API-ный тест. То есть это тест, помеченный у нас четверочкой. В чем его задача? Его задача поднять всю систему и посмотреть, что вся система работает целиком через API. В данном случае для меня просто система это целиком мой один микросервис. Если бы у меня был микросервисный мир, то это был бы просто один микросервис, тогда бы это был API-тест. Вот. Но мы его, чтобы не путаться, тут вот можем сразу переименовать и сказать, это у нас API-тест. Чудесно. Вот. Что он делает? Он подымает специальную аннотацию, которая называется Spring Boot Test. Эта аннотация позволяет поднять целиком ваш Spring Boot контекст, настоящий, за исключением настроечек, который вы хотите сделать. То есть в данном случае, например, я прошу, чтобы он поднялся прям совсем настоящий на предефайн порту, то есть на том порту, который у меня сконфигурен в моих application properties. Это будет обозначать, что два таких подняться не смогут. Если уже у меня просто application поднят, и я подниму такой тест, то они тоже не смогут на одном порту существовать. Если это для вас проблема, то можно сделать random порт и в этом случае инжектить его с помощью специальной аннотации server-port на ваши тесты. Вот. Что можно еще сделать? Можно сказать, слушайте, мне не нужен слой на самом деле вот веб-сервера, и давайте все остальное кроме вот веб-сервера, чтобы никаких портов, настоящего порта, чтобы никакого не было. Тогда вы говорите mock, и mock тогда поднимет все, кроме веб-сервера. Окей? То есть будет иллюзия, что вы идете как бы по-настоящему, но не совсем будете идти по-настоящему. Но в этом уже есть меньше смысла, потому что все остальное вы и так протестили. Но если вы реально не хотите включать веб-сервер по какой-то причине, то можно воспользоваться вот mock. И none это обозначает, что вы хотите поднять Spring Boot application, который не обладает вебом. То есть у вас нет вообще никакого веб-энвайрмента, просто это обычное консольное приложение. Вы его хотите целиком поднять. Тут, мне кажется, все очень просто. Вот, если вы внутрь заглянете, не знаю, вечером это хорошая ли идея заглядывать внутрь аннотаций, но тем не менее, ты увидишь, что тут все просто. Просто, говорит, bootstrap with, ну вот эти все знакомые, наверное, людям, которые на Java пишут хоть сколько-то. Вот. Нет? Незнакомые? Вот. Bootstrap piece. Вы просто говорите, вот таким-то контекст-бутстрапперам нужно поднять этот контекст. Видите, Spring Boot Test контекст-бутстраппер. А дальше, если заглянуть в код, то тут много всего интересного. Как билдится тестовый контекст, откуда берутся дополнительные бины. Это тема очень большого и отдельного, скажем так, мероприятия. И Active Profiles. Тоже все аннотации только увидели. Если вы хотите, чтобы поднимался именно ваш профиль, то есть вы хотите, не знаю, отключить админку, да, отключить все то, что вам не нужно для тестирования. То есть зачем мне, например, поднимать тот же самый актуатор Spring Boot или еще какие-то вещи. Они мне не нужны. Поэтому я их отключаю. Я могу security особенно сделать для этого. Поставил в тест профиль. То есть все то, что вы хотите настроить в тестовом профиле. Все. Минимум усилий. Вот. Вы можете при этом заавтоварить Web Application контекст, но он вам по-хорошему не нужен. Мне он нужен для того, чтобы хитрым образом запихивать данные в базу данных. Но об этом мы поговорим отдельно. Сейчас пока вот на Application контекст не обращайте внимания. Вот на это. То есть вам надо знать, что вы чуть что его можете запихнуть сюда. Потому что что такое Spring Application? Spring Application – это контекст, в котором живут бины. Такая банка с бинами. Все. Это и есть весь Application. Никакой магии. И там есть какой-то бин, который живет дольше всех. Поэтому все продолжает жить. Вот. Окей. Тест как выглядит? Тест выглядит, смотрите, очень просто. Он же на уровне, находится на уровне API. Причем здесь я тестирую прям страничку. То есть, видите, я говорю, это rest assured. У него синтаксис given when then. Причем, смотрите, как забавно. Красиво выглядит given when then, да? А теперь смотрите. Оп. Форматирование применилось. Сразу становится не очень красиво. Ну, вот это одна из проблем rest assured – это то, что он красиво выглядит до тех пор, пока кто-то автоформатирование не включает. Вот. Что я говорю? Я говорю, что я хочу, посылая accept header текст html charset utf8, вызвать get на library html и хочу получить, ожидаю в конце статус код окей, контент-тайп тот, который я запрашивал, текст html charset utf8 и внутри будет содержаться эта страничка реальная, то есть я получил body целиком странички, то есть это не rest-контроллер, который вернул мне rest API, это целиком страничка. Вот. И он мне вернул страничку, в которой есть текст, причем видите, я специально взял, что можно обращаться к тегам. Видите, можно абсолютно спокойно сказать, есть такие-то теги там и так далее, то есть какая-то верстка есть. Вот я это протестировал. Что оно сделает? Оно подымет целиком, полностью весь Spring Boot application, сделает вызов честно, абсолютно проходя все слои, вернет мне то, что я хотел вернуть. Это вот наш API-тест. Если бы у меня здесь был rest-контроллер, значит, я бы проверял просто в конце JSON, все остальное бы осталось тем же самым. Видите, как просто, поставил одну аннотацию, Spring Boot тест, профиль, если он есть у вас и все, можешь писать такой тест. Просто? Просто. А как rest assured узнал, куда надо идти, на какой хост? Я же не сказал хостом, localhost, портом, такой-то. Я просто сказал given и все, погнал что-то колбасит. Нет уж аннотаций никаких, смотрите. Потому что, на самом деле, сделалась автоконфигурация у меня rest assured. Вот. И эта автоконфигурация уже все из-за меня савтоконфигурила, поэтому rest assured просто пользуется тем дефолтом, который сконфигурен и идет по нему. Можно его заменять. С API-тестом все вроде более-менее понятно. Давайте спустимся теперь по слою чуть-чуть ниже. Давайте посмотрим, как это выглядит. Сначала давайте посмотрим сам контроллер. То есть, например, book-контроллер. Что представляет из себя book-контроллер грамотный? Он представляет из себя вот что. Смотрите. Если у нас это не rest-контроллер, а просто контроллер. Это вот который страничку возвращал. Вот. То мы говорим контроллер. Аннотация контроллер. Видите? Аннотация all-arks-констрактор. Это ламбоковская для того, чтобы можно было не писать самому конструктор. Нету никаких автоваридов, потому что с 4.2, по-моему, 4.3 не нужно писать автоварид, если есть один конструктор. Все по умолчанию. Видите? Все очень лаконично. Вот. RequestMapping, который можно сократить еще и сказать, что это у нас getMapping. GetMapping. Тогда уберется еще вот так вот метод. О, чудесно. Вот. И, видите, метод называется как угодно. То есть, я говорю, например, у меня это booksPage. Передаю туда внутрь модель. Модель берет из сервиса буки, запихивает эти буки в модель и возвращает library. Это код. Это единственный код, который я написал. То есть, я написал две строчки кода. Что на самом деле происходит? На самом деле происходит анализ текущего http запроса. Смотрится это get или не get. Если get, то шанс сюда зайти есть. Он смотрит, а этот get, это library.html. Если это library.html, то он идет сюда. Он готовит мне модельку, куда по умолчанию пихает параметры, атрибуты сессии, если они есть, еще какие-то вещи, чтобы я ими мог воспользоваться потом на страничке. Потом он говорит о том, что вот я получил буки, это мой код, одна строчка кода на самом деле, которая что-то делала. Она пошла в сервис, говорит, дай-ка мне книги. Запихнула их в модель. А потом я вернул library. Что Spring Boot сделает с этим library? Он пойдет искать вьюху. Пойдет искать вьюху в предустановленные места. В данном случае предустановленное место у меня template, папочка. Он зайдет, посмотрит. О, есть library FTL. FTL – это free marker. Замечательно. Годится. Free marker по умолчанию включен. Был бы тут мустаж или еще что-то, он бы взял его. То есть, у него есть некие предефолты. Соответственно, здесь у меня есть простенькая страничка, на которой я печатаю все то, что есть внутри. Видите, books там. И это все синтегрировалось. То есть, одна строчка кода, все остальное, куча дефолтов, куча мета-информации. И оно вместе сконфигурировалось. И оно вместе заработало. Я проверил, что эта информация попала, видите, через EM, там все дела, все попало. И у меня оно все отобразилось. Угу. Понятно? Все вроде как просто. Давайте теперь посмотрим, какой у нас еще есть контроллер. У нас есть еще BookRes контроллер. Что с BookRes контроллером? Тут еще проще, на самом деле. То есть, там хотя бы модельку нужно было передавать и путы какие-то делать в нее. Здесь и этого не надо делать. Мы помечаем REST контроллер. AllArgs constructor мы уже видели. То есть, для того, чтобы заинжектить сервис. После этого мы говорим, fine, books by author. Мы ищем книги по автору. И теперь мы говорим, у нас возвращается лист книг. Сейчас мы некоторые такой квиз устроим. Смотрите, сейчас уберу опять get-to-get-meta. Видите, еще сократил. Я говорю request парам и возвращаю назад просто эти буки. Видите, все мега просто. И он должен за меня все остальное сделать. А что все остальное? Это значит, должен создаться настоящий респонс. В респонс должно запихнуться то, что я хочу вернуть. Десериализоваться. Правильный контент-тайп проставится. Проверить на accept-контент-тайп. Засунуть туда десериализованный объект в респонс. Проставить все хедеры, которые у меня стоят и так далее и тому подобное. Если вывалить эксепшены, надо как-то замаппить эти эксепшены. Есть дефолтный маппинг этих эксепшенов. Я же этого всего тут не пишу. Я пишу единственный вызов. Это буксервис, find books by after. Помните этот? Порт и адаптер. То есть у меня есть бизнес-логика. Она называется find books by after. С помощью вот этой оберточки тоненькой я просто дал во внешний мир с помощью HTTP доступаться до find books by after. Я не добавил логику к своей бизнес-логике. Я просто дал к ней доступ через HTTP. Вот что важно. Вся логика осталась в сервисе. Здесь логики нет. Окей? Понятно это? Вот. Теперь давайте посмотрим, как это тестится. Для того, чтобы протестить это, давайте поймем, а что нам надо сделать. Мы это нарисовали вот там. То есть первое, что нам надо сделать, нам надо каким-то образом поднять все, что касается MVC. Согласны? Ну мы же хотим проверить, что мы синтегрировались с MVC. То есть мы должны каким-то образом вырезать из всего контекста MVC. Теперь вторую задачу, которую мы должны решить. Мы должны, не все же контроллеры хотим одновременно тестировать. Мы хотим теперь из вот этого вот слоя, который мы вырезали, вырезать наш контроллер. Зачем нам все? Наш. Мы же тестируем только наш контроллер. Вот мы хотим его вырезать. И для того, чтобы это сделать, давайте посмотрим. Первый способ. Первый способ – это ручками поднять. Видите, нет никакого спринга. Просто Run with Makita G-Unit Runner. Видите, все мега просто. Book Service – это MOC. То есть я от него отгородился, сказал Book Service – это MOC. и MOC MVC. MOC MVC – это такая специальная конструкция, которая собирает MVC с помощью билдера. То есть вы говорите, накинем туда фильтров, можно накинуть туда еще чего-то. Он по умолчанию имеет кучу дефолтов. То есть вы можете сказать, MOC MVC – соберись. Самое забавное, что там внутри, никто не знает. Просто некие дефолты. На самом деле, я уверен, что большая часть из вас не знает, какие дефолты и в вашем приложении. Поэтому для вас что одни дефолты, что другие дефолты – в принципе, один хрен. Чем этот способ хорош? У него есть плюсы. Плюс заключается в том, что это быстро. Потому что никакой настоящий контекст не поднимается. Поднимается просто фейковый мини-контекст, который MVC имеет просто со своими дефолтами. И этим уже можно проверить много, особенно для RES-контроллеров. Потому что вся логика MVC отрабатывает. Единственное, что она отрабатывает без ваших настроек. Вот. Теперь как выглядят вот эти, я говорю, MOC MVC Builder, Standalone Setup. Возьми мой контроллер и впрысни его внутрь вот этого вот MOC MVC. То есть MOC MVC дал мне окружение, а я туда впрыснул внутрь свой замечательный контроллер. А в него передал сервис, видите, через конструктор. И теперь я, когда вызываю, смотрите, я научил свой Book Service. Это вот MOC. Я говорю, when Book Service find books by after, then return books. То есть, если тебя вызовут и передадут тебе, то тогда верни ему буки. Что я дальше тестирую? Я говорю, MOC MVC выполни запрос. Реальный GET request. Видите? GET по вот такому урлу. Books after a. Accept – это то, что я принимаю назад. Application.json. Expect status is ok. Видите, другой DSL. Не тот, который там был. Уже другой. Вот. Content. Content. Type. Application.json. Я же запросил Application.json. Да? Мне пришел назад Application.json. И дальше я говорю, json pass. Почему я с помощью json pass это делаю? Потому что я не хочу проверять, я не могу на equals его проверить. Смотрите, какой хрупкий тест становится, если я проверяю на equals. Потому что у меня раз форматирование полетело, например, там кто-то взял PrettyPrinting, включил, и у меня все тесты отвалились. Или кто-то взял PrettyPrinting, наоборот, убрал. И у меня все тесты опять заработали. Ну, то есть очень хрупко получается. Плюс я тестирую только то, что мне важно. Если туда кто-то добавит, например, какой-нибудь timestamp. Мне не важен timestamp. Я же его не хочу проверить. Я хочу проверить, что мои книжки вернулись. Есть ли там еще какой-то общий timestamp. Или, например, там какой-нибудь generated by или last edited by. Я это не проверяю в этом тесте. Поэтому я здесь проверяю только то, что хочу. Я хочу проверить, что мне вернулось две книжки. Причем в том порядке, в котором отдал их BookService. И я проверяю их вот таким вот нехитрым образом. Если же я хочу проверить, что, например, у меня параметр автора отсутствует, я пишу вот такой вот тест, который говорит perform. Видите? GetRequest на books. Он принимает MediaType Application.json. И expected status isBadRequest. Видите, как просто. Когда это... Смотрите, насколько оно быстро работает. Сейчас мы это запустим. Оно работает достаточно быстро. Сейчас покомпилиться только сначала. Это же Java, уважаемая. Хорошо, что в 8 гиг влазит. И то как бы... И то наше счастье. Ну вот сейчас второй раз запущу. Запустится быстро. Смотрите. Вжух, как бы, да, и все. Вот. Это сравнительно быстро. Давайте я вам запущу тот тест, чтобы вы поняли просто, все же познается в сравнении. Где наш REST Azure API тест. Вот давайте его запустим, вы поймете, что такое медленно. О, пошел подниматься Spring Boot. Вот это медленно. Мы еще даже не дошли до теста. Мы еще Application поднимаем. Это еще опять не дошли. О, доходим. Смотрите. Еще немножечко. Ого. Вот разница, понимаете, между скоростью работы одних и других. Поэтому, если мы придем технологически когда-то к тому, что вот эти тесты, которые мы пишем на чуть выше уровнем, будут отрабатывать за миллисекунды, то, наверное, мы опять перерисуем эту картинку. Потому что мне удобнее всего по-хорошему, удобнее всего тестировать на самом верхнем уровне, если бы у меня был классный инструментарий. У меня инструментарий для написания уже есть. Видели DSL какой красивый? Given, WN, Zen. Вообще красота. И даже не надо там кукумберы подключать ничего. Просто прям в коде пишешь – классно. DSL получается. Вот. Это я еще не трогал какую-нибудь автогенерацию для того, чтобы вместо JSON или еще чего-то посылать там объекты и генерить их обратно через Reverse Engineering, через ваш Swagger с ваших сервисов. То есть мы даже это не трогаем. И то красиво получается. Вот. Но долго. С mock MVC быстро, но есть минус. Но опять же, это мы сейчас на уровне находимся определенном. Какой минус есть? А минус есть в том, что вы тестируете не ваше приложение, не ваш MVC лэйр, а вы тестируете дефолтный лэйр. То есть если у вас есть, например, конфигурация Джексона, используй вместо CamelCase подчеркивание, она сюда никак не попадет. И это значит, что вы будете по-прежнему получать в ваших тестах CamelCase, property CamelCase в JSON. Будете тестировать их, будете говорить, ура, тесты зеленые, тесты проходят. Но ничего не будет работать. Потому что по-настоящему, в настоящем вашем контексте у вас есть настройка Джексона, которая говорит CamelCase. Здесь они не подтягиваются. Их можно донастроить. И это вот как раз такой low-level tuning для тех, кто все-таки хочет, чтобы тесты запускались очень быстро и готов вот понастраивать. Потому что если вы посмотрите, здесь есть... Вот тут вот есть очень много всего. Вот видите, можно добавлять руками фильтры, добавлять интерсепторы, добавлять кучу-кучу-кучу всего. Посмотрите. Local Resolver, Message Converter. То есть вы можете в принципе собрать из этого, как это называется... Блин, как же назывался этот, который из кусков собрал? Франкенштейна, вот. То есть вы можете собрать Франкенштейна, собрав... У вас есть там Message Converter, говорится, иди сюда Message Converter, сюда, этот сюда, этот сюда. И из этого MockMVC сделать почти нормальный MockMVC. То есть почти такой, как ваш. Но за этим нужно будет постоянно следить. В этом минус. То есть вот за это вы платите. Если у вас никаких настроек дополнительных нет, то есть вы запустили спринт, будет и то счастье. Фу, блин, пол зарплаты уже есть. Вот. То тогда как бы вам не важно, что запускать. Одно будет так работать by default, и другое by default. И вы тесты будете тестить by default. Тогда как бы не парьтесь. Вот. Вот это тогда работающий сценарий. Вот. Идем дальше. То есть что делать, если вы хотите более реалистично это тестить? Тогда идем, например, в BookController интеграционный тест. И вот здесь все уже серьезней. Мы запускаемся run with spring runner, тем самым намекая, что дальше будет spring. Мы используем вместо spring boot test, мы используем аннотацию web mvc test, настраивающую нас на то, что мы вырезаем слой web mvc. Передавая в нее наш контроллер, не обязательно передавать контроллер, тогда поднимите весь mvc. Вот. Передавая туда контроллер наш, мы говорим класс контроллера, мы говорим, вырежет только наш контроллер. То есть это поднимется трушный ваш web mvc, и в нем останется только ваш контроллер из контроллеров. Как это работает внутри? Заглянем в аннотацию. Здесь уже побольше всего. Вот. Здесь отключается автоконфигурация, полностью вся. Делается специальный exclude фильтр, чтобы из всего контекста оставить только те бины, которые нам интересны. Если заглянуть в него, там, вот видите, какие бины там поостаются, какого типа бины. Вы на это тоже можете повлиять дополнительно. И дальше вам делается автоконфигурация кэша, web mvc, mock mvc, и все это вам отдается с помощью автоваряда, вы его можете получить. То есть теперь я mock mvc точно так же использую, только я его не создаю ручками, а я его автоварю. То есть мне его построил Spring Boot с тем, что я поставил аннотацию web mvc тест и указал свой контроллер. Теперь это уже трушные настройки. Вот те настройки, которые есть, они трушные. Но за счет этого контекст будет подниматься чуть дольше, чем тот ненастоящий. Сейчас мы посмотрим на это. Смотрите, единственное отличие с точки зрения работы с сервисом, оно заключается в том, что book service раньше был mock, теперь стал mock bin. Видите, слово bin добавилось. Что это значит? Это значит, что он стал mock, и его заинжектили туда внутрь в контекст. Автоматом за вас. То есть вам для этого ничего делать не надо. Вы просто говорите, mock bin. Все, он там появился. Вот. Все остальное ровно то же самое. Помните? When, book service, find, books, then return, books. То есть все то же самое. Я могу еще дополнительно сделать book client, это если мне очень приспичит. Сделать book client, который сможет ходить по настоящим хостам. Здесь вот такой примерчик показан. Но мы сейчас не будем его трогать. Вот, смотрите. Что тогда происходит? Я ровно так же, один в один. Я говорю perform get, на library html, accept you media type, проверяю, что статус окей, контент мне вернулся. Все то же самое, что у меня делалось, помните, в самом большом тесте. В API нам. Все ровно то же самое, только уже с микроконтекстом. Не совсем, а с микроконтекстом. Вот. И можно вот так делать. То есть если вы реально html получаете наружу, то можно вместо того, чтобы пользоваться mockmvc, можно пользоваться веб-клайентом. Он вам вернет реальный html-пейдж. Он его распарсит. И он даст вам возможность сделать запросы прямо по дом-дереву. То есть вы можете, ну, по виртуальному дом-дереву, который он распарсил. Понятно, он не браузер, он распарсит, так как браузер. Браузеры вам многое прощают. Если вы ваши личные html-странички будете пропускать через вот этот веб-клайент, он, бедный, сойдет с ума просто. Тут тег не закрытый, тут тег вообще не пойми какой, откуда вы его взяли. Тут атрибут пропущен, тут атрибут не закрыт. Браузеры как бы очень лояльны к пользователям, к веб-разработчикам. Они говорят, бог с ним как бы, давай закроем за него. Давай тег непонятный, выбросим его нафиг, не будем его рендерить. Этот тег не будет, он будет падать там с разными забавными исключениями. Но если у вас html нормальный, то вы можете потом по нему делать такие вещи, как, например, дай мне элементы по тагнейму, по стриму прошли, взяли текст всех элементов, заколлектили это в лист, и теперь у меня лист уже элементов взятых прямо из дом-дерево. То есть я прямо из странички это достал. То есть это уже true-страничка. Вот. И это не браузер, то есть оно очень легковесное, оно парсит достаточно быстро. Вот. Вот примеры, да. Это интеграционный прямо такой тест, который взял и вот то, что мы хотели сделать, сделал. Для rest будет еще проще. Давайте запустим, посмотрим, насколько быстро они работают. Запускаем. Немножко дольше, чем вот те с mockmvc, которые mockmvc, но побыстрее, чем первые вот эти, которые очень долго шел. Видите? То есть что-то in the middle. То есть вы платите за что? Вы поднимаете реально много вашего трушного контекста. Не mockmvc, а вот этого трушного контекста. Поэтому поднимается дольше. Вот. Давайте еще посмотрим. У меня есть еще замечательный, по-моему. BookControllerTest мы как раз посмотрели. Этот посмотрели. Этот посмотрели. Этот посмотрели. Да, со Spring Bootом посмотрели. Отлично. То есть этот же подход, который мы использовали вот тут только что с integration, можно абсолютно спокойно использовать для REST. Будет ровно то же самое. Смотрите. Интересный вопрос. Про мета-информацию вернемся. Я вам обещал про мета-информацию прикольную штуку показать. Смотрите. Давайте посмотрим на такую интересную. О! Смотрите. Вот есть такое. Квиз проведем. Представим себе, что я начал писать тест. И говорю, блин, интересно. А вот автор, если придет пустой, можно как-то сделать так, чтобы, там, не знаю, вернулся bad request? Ну, не хочется же писать сейчас руками. Как мы раньше писали с вами код. Давайте быстренько напишем. If string utils, да, какой-нибудь common-сленговый. Is blank. Blank. Автор. Тогда что мы делаем? Мы тогда говорим throw, например, new, там, что-нибудь, legal, аргумент, exception. О! И говорим там blank. Автор. О! Сработает так? Давайте первая, первая, первая попытка. Так вообще заработает, вернет 400 или нет? Почему? А кто вообще вот этот exception перехватит? Не, кто вот сейчас перехватит? Мы ничего не допиливали. Веб-сервер, потому что контроллер говорит, слушайте, вы исключили какую-то exception, я без понятия, что это за фигня. Он говорит, я отдам его просто дальше, так как я без понятия, что это за фигня. Веб-сервер скажет, ой-ой-ой, это какая-то фигня, я тоже о ней ничего не знаю. Я вообще об этих MVC ничего не знаю. Поэтому я просто сделаю что? Верну 500-ый, напечатаю там stack trace. Вот. И скажу, вот пусть разбираются. Если замаплено в самом веб-сервере, что есть для 500-ый темплейтик, то он для 500-ой редиректнет, поищет темплейтик и вернет вам назад красивую страничку. Помните, там динозаврик идет, там говорит, что-нибудь не могу саконнектиться. Короче, всякие вот такие странички вам вернутся. Вот. Не годится нам такое, да? Получается, что для того, чтобы заработало, я должен вот тут вот еще поставить какой-нибудь маппинг эксепшена. Да? То есть, эксепшен хендлер и сказать, что это должен вернуться bad request. Очень долго, да? То есть, получается, я дописал много кода. Хочу так же, как делал аннотациями. Ну, логично. Если я тут прописал request по RAM, то мне хотелось бы также ему еще какую-то дополнительную информацию сообщить и сказать тракте бедок, веди себя так. Так. Смотрите, какая интересная штука. Вот. Ай. И моя попытка номер два. Вот это я убираю. Это такая нехорошая попытка. Я нашел, что есть аннотация not blank. Смотрим, кому она принадлежит. Заходим внутрь. Это пакет hibernate validator constraints. То есть, у меня validation по умолчанию работает. Соответственно, я ожидаю, что если я поставлю not blank, то должно сработать. Почему? О, чудесно. Как? Что не хватает? Validate. Или валид. О, валид есть. Так, две надо поставить. Валид и второй валид рядом. Смотрите, есть первая попытка, да? Можно вот так запустить. Вот так. Можно запустить вот так. Можно еще как запустить? Еще над классом для уверенности, смотрите. А здесь поставим validated. О, все. Теперь точно должно заработать. Или еще кто-то какую-то аннотацию помнит? Видите, вы на самом деле в неведении. Потому что хрен его знает, работает оно или нет. И даже сейчас никто не знает. Если вы уверены, что чем больше аннотаций ты наставил, тем как бы вероятность повышается, вероятность остается на том же уровне. И не всегда это помогает. Потому что на самом деле вот этот пример, который я вам показываю, он специфичен тем, что not blank не работает просто для параметров. Оно бы с удовольствием отработало бы, находясь внутри бина, на который бы вы что-то маппили. Потому что оно bin validation. И оно не срабатывает именно для параметров. И поэтому, чтобы сделать хак, сделали вот эту аннотацию validated, которая подключает обработку этих же самых мета-информаций для непосредственно параметров. И вот это тогда не нужно. А вот то нужно. Но это можно вычитать долго-долго упорно через стек оверфлоу. У меня не работает. Ты вбиваешь длинный диалог, почему это правильно или неправильно. Несколько иш из спрингей там говорится. Вот, все, validated, будет решать эту проблему. Вот, один раз ты сделал, ты уже знаешь. О, все, я понял, в следующий раз буду стараться. Посмотрите, насколько это хрупко. Представьте, пришел кто-то, который прочитал только что книжку по валидациям. Говорит, что вы творите, блин? Это какая-то тупая аннотация, блин. Какой validate, если аннотация valid? Код визуально никак не изменился. Ну, то есть визуально он такой же степени рабочий, как и предыдущий. Как и вообще без аннотации. Поэтому тесты, если вы не пишете вот на этом уровне, вы вообще в неведении. Второй элемент квиза. Убираем вот это. Интересный вопрос. Вот у меня здесь возвращается лист буков. Скажите, а в какой, во что он здесь реализуется? Окей, если я пришлю запрос текст HTML. Я ж могу послать запрос текст HTML. А здесь при чем тут view resolver? Нет view resolver, это же REST контроллер. То есть я буду просить, дай мне текст HTML, а он мне говорит, держи текст HTML, а там внутри JSON. Нет, между прочим, вы смеетесь. Один из API, в котором я интегрировался буквально две недели назад, так и делает. Только он по-другому делает. Ты ему говоришь, дай мне JSON, он тебе возвращает контент-тайп текст HTML, а внутри JSON. И у тебя клиентская часть сходит с ума, она говорит, мне пришли текст HTML, я буду из этого брать текст, и ему не вдомек, что там внутри JSON. Ну, а то такое. Так и того, во что будет маппиться? Не, механизм точно есть. Везде есть механизм. Окей, вот я ничего не конфигурил. Могу ли я послать сюда текст HTML? Не, вот я там в своем тесте, ну в клиенте я имею в виду. Клиенте говорю, accept, и указываю текст HTML. Мне вернется текст HTML, что мне вернется? А хрен его знает. 400 точно не вернется, потому что 400 сюда не имеет отношения. Я параметры никакие не менял, и я ничего не передавал. А вернется на самом деле, вероятнее всего, unsupported media type. 415. Потому что у меня, во-первых, опять, смотрите, вы сейчас пытаетесь додумать какую-то логику, которая не существует. Это REST контроллер. Наверное, там только JSON пропускает там или еще что-нибудь. Нет. За вас просто Spring Boot сконфигурил много всего по дефолту. И он по дефолту сделал месседж конвертеры. Зарегистрировал эти месседж конвертеры за определенными медиатайпами. И для каждого типа контроллера сказал, что вот этому доступны такие медиатайпы, этому такие, этому такие. И вам дал механизм в руки, как вы можете специфицировать, что именно вы готовы поддерживать. Например, вы готовы поддерживать только JSON. Если вы готовы поддерживать только JSON, то вы должны вот в этом маппинге указать, что извините, но я продюшу. Вот что бы ни случилось, но я умею продюсить только application JSON. И вот тогда вы будете продюсить только application JSON. А сработает это или нет, это опять остается загадкой. Потому что, возможно, это штука, которая будет работать только by default. Если я все равно запрошу у тебя XML, то оно все равно сработает. И это тоже проверяется только тестами. По-другому это очень геморно, потому что тебе надо поднять все приложение, подключиться к нему чем-то. Например, REST клиентам из вашей идеи или постманом или еще чем-то. И выполнять запросы руками. Я, например, не люблю ждать, пока у меня приложение хрен знает сколько будет подниматься. Потом я пойду в постман, начну кликать какие-то реквесты. Зачем? Когда я могу написать тест, который мне скажет, о, все, так работает, так не работает. И причем по мере того, на каком уровне я нахожусь, этот тест может либо очень быстро работать, либо чуть медленней, либо медленно. Вот тех я пока не хочу писать много, потому что они реально медленные. Помните, сколько он поднимался? Но даже тот, который поднимался медленно, это же первый он поднимается медленно. Мне же нет смысла переподнимать приложение на каждый тест. То есть приложение уже поднято, все остальные тесты будут быстрыми. Первый тест будет долгим, потому что он поднимал все приложение, весь контекст. Поэтому мне это все равно выгодней. Окей. С квизами закончили. Давайте пойдем на другой слой. У меня есть буксервис. Чудесно. Вот он буксервис. Видите, у него есть несколько методов. Давайте посмотрим на буксервис импл тест. Вот. Что у него есть? Это вообще классический-классический юнит тест. Он берет, ограждается от DAO и говорит, да, у меня это MOC. Вот. Делает наш буксервис замечательный. И дальше у него все, все как бы как в обычном классическом юнит тесте. Он говорит, вот если сохраняют книжки, одно что хочу сразу обратить внимание. Смотрите, насколько быстро они запускаются. Сейчас сбилдится сначала. Это Java. Теперь можно запустить. Смотрите. Вжух. Смотрите, 133 миллисекунды. Вжух. И все. И причем самое смешное, что изначальный старт, пока вот оно зайдется, запустит отдельный Fortnite, GVM и так далее. Вот это долго занимает. Сам прогон занимает вообще копейки. Поэтому вы в бэкграунде можете настроить себе tool, и благо сейчас плагинов достаточно много, который может в бэкграунде запускать вам юнит тесты, как только вы меняете какие-то строчки. То есть вы меняете какие-то строчки, он находит, о, это строчки с такого-то класса. Я запущу юнит тесты, которые трогают этот класс. И вы сразу будете в рантайме видеть ситуацию, что у вас происходит, насколько, какие юнит тесты вы отвалили. На что еще хочу обратить внимание, это на то, что если вы правильно будете называть свои юнит тесты, то вы будете получать некое подобие спецификации на ваши сервисы, на вашу бизнес логику. То есть, например, у меня вот здесь вот написано, автор name должен быть trimmed before usage. То есть перед тем, как использовать автор name, он будет протримлен. Для каждой пары title и автора книга создается и сохраняется. Замечательно. Если ни одна книга не вернулась для автора, верни пустой список. Если автор empty, cross exception. Книга по автору должна быть закеширована. Если никакие книги не передались, пустой лист вернулся. Composite last name is not split. Вот тут как такой, видите, уже более непонятный для нас, потому что порядок не такой, поэтому вот. А так говорится, if camel case detected, then split invalid after name on first and last name. А этот уже должен к нему дополнением идти, что composite last name is not split. То есть это бизнес логика. Чем более понятна бизнес логика, если у меня тест такой падает, я хочу быстро понимать, что у меня с бизнес логика не так, что именно не работает, на что я сейчас не могу надеяться. Окей? Понятно? Все мега просто. Можно вопрос? Конечно. А вот здесь, в этом ситуации там буквы, говорят, 12-17 тестов. Да. Но не смысл раздевать на два тестов? Зачем? Ну, там сгруппировать на смысл все эти тесты. Они по смыслу сгруппированы, это все тесты, которые тестят буксервис. А если будет больше тестов, есть смысл раздевать три класса или на 13 класса? Абсолютно. Вы сами ответили на свой вопрос. Если у нас появляется больше, смотрите, чем за меньше объем отвечает сервис, ну или не сервис, любой класс, чем за меньше объем функциональности он отвечает, тем меньше вероятность, что мы его будем менять. Чем меньше вероятность, что мы его будем менять, тем стабильнее он будет оставаться. Чем стабильнее он будет оставаться, тем стабильнее у нас будет вся система. то есть для того чтобы в системе было меньше дефектов надо меньше менять каких-то крупных кусков которые отвечают за много всего соответственно если в вашей системе действуют такие вещи как single responsibility принцип который говорит о том что в идеале каждый должен отвечать за одну какую-то вещь делать ее хорошо то в этом случае вы не будете никогда менять вот эти составные части вы написали например string cutils метод не знаю лэнкс вы же не меняете его пока не изменится к ним структура этой таки это метод практически написаны там forever он живет там не знаю с 2004 3 2 1 года и не меняется потому что ему нечем меняться это стабильность то есть это то что показывает наша система стабильной даже если например я следую этим принципам и у меня нету тестов но я один раз убедился что этот код работает правильно то это все равно больше стабильность чем я бы это менял потому что если я не меняю он продолжает работать так же как и работал в нем ничего не добавляется не убавляется но он работает так как работал как помните этот работает не трогай вот так же и здесь а здесь я не могу так сделать мой сервис начинает уже за больше вещей отвечать если он еще получит больше вещей будет уже совсем плохо здесь у него пока три метода я не чувствую этой перегрузки количество самих функциональных сценариев может быть большое потому что опять же может я одной например аннотации могу покрыть или или одной строчкой кода могу покрыть сразу много сценариев например я пишу из бланк например из not blank это что это значит пустая нау пробельная с табуляцией с переносом строки видите сколько можно сценариев сразу туда дописать и это все будет покрываться одной строчкой то есть к сложность кода не всегда коррелирует скале ну визуальная сложность кода не всегда коррелирует с количеством тестовых сценариев но чем больше тестов сценариев это способ задуматься и повод задуматься они делает ли ваш класс слишком много если дело это надо его сплитить есть эти как они называются радикалы которые говорят о том что вообще надо разбивать на однометодовые интерфейсы и эти однометодовые интерфейсы реализовывать а потом для нужной функциональности миксовать их между собой то есть ты делаешь такой микс интерфейсов экстендишь от 1 2 3 4 а реализации миксы нам туда забиваешь и тогда получается что у тебя каждая реализация это реализация одного метода интерфейса а если тебе надо их скомбинировать их комбинируешь ну то есть вот такой подход тоже присутствует есть большие адепты его например uncle bob прямо вообще фанатеет это я не уверен пишет ли он вообще код но декларирует что ему это очень нравится я считаю что это уже ну перебор чуть-чуть то есть нужно какой-то баланс соблюдать еще вопросы на этом этапе так это на самом деле смотрите конвертеры сдать оки натурально протеститься в рамках ваших тестов интеграционных вы не надо отдельно тесте потому что во первых вы будете наверняка там использовать вряд ли вы будете прямо писать конвертер там полностью ручками то есть вы либо опять же размените это мета информация либо возьмете какой-нибудь уже существующий тул который умеет это делать либо это будете генерить либо еще как то то есть уже очень мало людей которые пишут ручками new там кто там и погнали есть подход когда сама доменная сущность отвечает за трансформацию себя в dto и тогда этот код трансформация себя в dto он будет протестен еще и на других уровнях то есть вы например в сервисе там что-то сделали тоже вернули dto он и там протеститься то есть отдельно конвертеры обычно не тесте разве что в них закралась какая-то умопомрачительная логика но тогда задается вопрос об как она туда закралась то есть что она там делает почему она не вне вашей доменной логике еще вопросы поехали дальше тогда смотрим на следующий слой следующий слой у нас слой дао смотрите что у нас слой дао здесь у нас инструментария очень много на самом деле дается на ваш выбор вы можете выбирать какой вам нравится я скрыл чуть-чуть детали в абстракт дао тест все равно вы почти всегда такой абстракт дао тест делаете что в нем происходит в нем опять наш замечательный spring runner который говорит о том что дальше будет spring дальше data gpa тест data gpa тест решает ту же задачу которую мог mvc тест он выкусывает layer если вы посмотрите в нем внутри та же структура он говорит отключи авто конфигурацию вот за их ключ какие-то бины оставшиеся он transactional by default смотрите то есть это значит что любой тест который запускается по умолчанию в рамках транзакции авто конфигурирует кэш авто конфигурирует data gpa авто конфигурирует тестовую базу данных авто конфигурирует тест entity менеджер авто конфигурирует тестовую базу данных интересный момент то есть он смотрит а если у вас класс пассея какой-нибудь и чту или или как я называю тэш с qldb или еще кто-то кого он знает и кого он сможет сконфигурировать и заменить на лету вашу базу данных на эту легковесную и если она есть он говорит так это же логично давайте мы эту базу данных исключим и аккуратненько вместо нее подставим базу данных in memory для того чтобы у вас тесты облегчили то есть если вам это не надо надо это отключить по умолчанию это действует вот что он по умолчанию дают в руки вам дают в руки когда вы это подключаете вам дают в руки а же dbc template это для тех кто все любит делать через же dbc со скелем все как полагается второе что вам дают руки тест entity менеджер это фактически тот же entity менеджер только у него добавилось несколько дополнительных интересных методов например persistent get id или вот этот мне который нравится сейчас я вам покажу персист flash find то есть что он делает вы ему даете entity он ее персистит потом честно абсолютно флашит чтобы убедиться что вы очистили сессию после этого он вычитывает его пойди чтобы это был уже чистый объект который вы сделали get и дата чит его окей и после этого уже возвращает вам нормальный вытянутый из из свежей сессии чтобы не было такого смотрите вы можете писать тест и говорите добавь мне эту сущность она в сессию добавилась во второй кэш например добавился в базу не пошла вот чтобы такого не было он очищает все кэши и говорит смотрите сейчас мы честно достанем опять честно вот тест entity менеджер его тоже вам автоварят ну и наконец из моего контекста я достаю дао то есть моё дао которое я буду тестировать этот метод пока не обращать внимание сейчас мы к нему придем смотрите поехали по тестам какого типа тесты бывает бывают тесты которым принципе все равно какая какие данные в базе данных потому что например вот я тестирую что если книги не найдены по автору то мне возвращается пустой список книги не найдены по автору я же в принципе могу выдумать имя автора по какому заведомо не будет книг в данном случае я беру там анноун но если не уверен что по анноуну не будет книг то я могу сделать вот так вот я могу сказать окей анноун плюс локал дейтайм нау ну теперь уже точно нужно просто проверить логику что если такого нет а я убежден что вот такого нет то мне вернется пустой список то есть этот это очень хорошие тесты потому что они очень идемпотентны они не меняют состояние они их можно запускать сколько угодно раз они все равно будут работать но для этого надо подбирать достаточно уникальные данные которые используются как параметры для этих тестов но зато они очень и очень позитивны в том плане что с ними меньше возник поехали дальше какой у нас есть еще опция значит следующая опция у нас вставить данные ручками через gdbc template у нас на самом деле все опции которые мы будем обсуждать они будут по вот этой вот линеечки sql gdbc хибернейт gpa springdata вот то есть получается следующий вариант это вставить данные ручками через gdbc template тогда вы пишете вот такой утилитный метод который ad record to database смотрите какой он утилитный на все случаи жизни вы инкрементить ручками айдишник немного по точно потому что у нас в один поток сейчас все запускается вот вы инкрементите айдишник и дальше делаете через gdbc template insert into table table вы принимаете дальше делается join field of из вот этой мапы делаете join вопросиков и передаете параметры в конце универсальный метод дарю можете с копипестить и использовать у себя вот пользоваться им тогда очень просто вы говорите добавь мне рекорд дейтабейс табличку меня бук параметры name title автор автор видите ну то есть такой мини dsl получается что плохо здесь не вы никак не вникайте смотрите я живу тут в тест смотрите все очень просто если его читаю ad book to database title автор ad book to database another title another автор а теперь я говорю find book by автор нахожу это тут вникать не надо то есть я никак не 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 чищу состояние базы данных но я это тоже неправда потому что я напомню у нас каждый тест transactional это значит что все что было вставлено в рамках теста откатывается в конце теста ну кто если каждый тест действует по этой логике все что вставляется все откатывается то все хорошо но минус есть вы его не видите он есть не такая уже еще раз он же откатывает транзакцию чушь ему валится транзакция откатывается все данные стираются точно так же rollback сделать проблема в другом совсем другой плоскости лежит мы же вот здесь прописали колонки конкретные и мы вот здесь прописали имя таблички конкретная и это значит что теперь у нас появилась завязка что у нас по строкам по обычным строкам по java коду раскинуты имена табличек и раскинуты имена колонок понять вот смотрите вот эта вот строка name от бука ничем не отличается кто из них табличка из них колонка у нас нету вот этого понимания и это значит что потом кто-то будет что-то например переименовывать и случайно зацепит эту строку например будет не знаю там переименовывать какой-нибудь параметром скажу поищи по строкам тоже и найдет по строкам переименует начинается хрупкость из-за того что вы структуру базы раскидали по разным по разным частям вот что в этом плохо второе что что получается мы не собираем данные в какие-то структуры то есть мы в данном случае если представьте а если мне нужно вставить это здесь простой простой метод где мне нужно вставить одну запись у меня нет дочерних а если я буду вставлял бук а потом нужно было бы у этого бука взять айдишник и с ним вставить еще кучу дочерний представляете во чтобы этот код превратился то есть у меня было бы куча вызовов куча же dbc с келя я бы продублировал фактически все то что я в коде писал у меня в коде есть какой-то mapping который умеет это делать сейчас у меня тут появился второй mapping полностью дублирующий это все то есть я имею набор запросов к нему набор запросов чтобы тестировать что странно вот следующий способ следующий способ это аннотация которая вам дает спринт тест что он вам дает он дает вам аннотацию с кель вы можете запустить любой с кель то есть вы берете говорите вот у меня лежит скриптик смотрите я пошел в этот скриптик сейчас покажу этот скриптик видите insert into book id name-author values insert into book id name-author values что хорошо здесь они собраны в с келе теперь я точно знаю с келе то есть кель у меня подсветка синтаксиса у меня валидация то есть если я вижу например что у меня такого не существует мне тут загорится валидация скажи такое не существует поле там и так далее я могу и сквели привязать через плагины идеи конкретной схеме и она мне будет валидировать что эти поля правильные и она мне будет подсвечивать если таких полей нет то есть я получаю много бенефитов да то есть это уже реально с кель который я менеджер но минус этого решения в том что здесь на самом деле ценного только вот это и вот это а все остальное это синтаксис сквеля insert into values insert into values копки вот эти и так далее то есть получается много повторяемого мусора boilerplate код получается но но я здесь имею более мощные вещи то есть я могу здесь выполнять у меня value я могу выполнять во первых множество скриптов то есть я могу выполнять не один скрипт а несколько скриптов могу выполнять statement это значит что можно не делать скрипт можно прямо туда прописать statement insert into там так далее вот можно выбирать execution phase гибкий то есть можно сказать я хочу это вставить например до теста во время теста там после теста и так далее там есть несколько экзекьюшен и есть маленький конфиг то есть вот тут можно еще передать маленький конфиг и сквельный давайте посмотрим что все равно можно передать свой data source transaction manager transaction мод encoding сепаратор то есть это для тех когда вы хотите скажем так указать детали синтаксиса своей базы данных что является комментарием там бла-бла-бла понятен подход то есть вставляем SQL то есть просто чуть-чуть скажем модернизировали предыдущий подход теперь движемся к подходу который лично мне больше всего импонирует потому что я его использую уже бог знает сколько лет вот изначально концепция идет от деби юнита то есть есть такой замечательный проект как деби юнит очень давно существует задача которого было абстрагировать работу со вставкой данных в базы данных сделать так чтобы у вас был некий универсальный формат например xml yaml csv и чтобы из этого универсального формата умели вставлять базу данных он умеет поддержать много форматов вплоть до экселя там и так далее то есть вы выбираете любой удобный для вас формат делаете в этом формате ваши данные он умеет взять этот формат и вставить это в базу данных но сам деби юнит он достаточно старый и он не под не подстраивается под модные фреймворки до подмета информации и прочее поэтому вокруг него всегда создавали обертки я долго и упорно пользовался оберткой под названием юнитилс которая когда-то была супер прорывом вот потом авторам надоело ее поддерживается они забросили появились энтузиасты которые сделали библиотечку под названием дейта бейс райдер которая перетащила часть хороших свойств из юнитилса и позволяет вам иметь ту же концепцию а именно у вас есть концепция аннотация дейтасет мы сейчас по ней пробежимся дейтасет это штука которая до теста вызовет вам ваши дейтасеты и есть expected дейтасет это когда вы потом сравните состояние своей базы данных с тем что хранится ваших датасетов вот смотрите например у меня есть дейтасет storage books смотрите как это выглядит выглядит это вот так у меня есть xml чек-бук у меня есть автоматическая валидация можно подключить валидацию вот у меня есть айдишник айди 13 name existing book автор то есть у меня все весь тулсет а именно автоподсказки то есть если я сейчас начну еще бук вбивать у меня будет автоподсказка работать я могу сделать синхронизацию со схемой базы данных опять же через xsd или ddd для того чтобы у меня четко было понимание что ровно эти колонки существуют то есть я могу более структурировать свои свои данные которые я хочу вставлять и это универсальный формат то есть здесь не говорится куда это в postgres или в mysql не важно я описываю структуру а вот эту разницу между базами данных за меня за хендли сам сам дебюнит нею не надо описывать expected дейтасет он точно также смотрит на expected смотрите он формат ровно точно такой же видите не отличить разница только в том что он будет сравнивать вот это с тем что на самом деле есть базе данных давайте посмотрим что еще дают эти аннотации они дают следующее значит во первых можно указать стратегию и вот это супер крутая штука потому что есть несколько стратегий смотрите есть стратегия clean insert это значит что она сначала удаляет все из базы по тем табличкам с которыми я работаю она не удаляет по всем табличкам представьте вас есть сто пятьсот табличек в них во всех есть данные и я мой тест работает с табличкой юзер зачем мне удалять все данные со всех табличек нету смысла он удаляет только те таблички которые затрагиваются в моем датасете clean insert сначала чистит потом вставляет стратегия insert всегда оставляет сверху стратегия refresh она пытается обновить тех кто существовал по айдишке то есть если такая запись уже была у нее обновляет а новое вставляет и последняя стратегия эта стратегия апдейт она не вставляет новое она только апдейтит существующим окей это дает вам полную гибкость в том как вы менеджите свои дата сеты то есть вы выбираете сами для себя как вам удобно вот что еще у него есть интересно у него есть disable constraints то есть он позволяет вам вызвать код специфичный для вашей базы данных который отключает проверку констрейнтов это очень полезно когда вы хотите сделать например отключение foreign key of чтобы вставлять меньше данных для того чтобы не блокироваться по зависимостям которые вам нужны работать не со всеми базами классно вы можете допилить под свою базу этот механизм чтобы он более мощно работал но by default на некоторых базах очень даже неплохо работает у него есть возможность запускать дополнительные стейтменты перед вставкой в дата сет когда это нужно это нужно когда вы хотите запустить какие-нибудь опции вашей базы данных например вы хотите сказать отключить чек налы то есть вы хотите например у вас много нот налов представьте у вас есть юзер и в нем 100 колонок и чтобы создать юзер надо 100 колонок указать но вы ищете по нейму вам не надо все 100 колонок вы можете запустить sql перед тестом сюда его поставив execute statements before и сказать set check там 0 для для разной баз данных специфический синтаксис да но вы говорите отключи мне чеки и это значит что теперь можно вставлять нот наловские в эти в нот наловские колонки нал и соответственно вы указали маленький дата сетик маленький дата сетик вставили транзакция откатилась и вместе с транзакцией откатились ваши сеты которые вы установили понятна суть и так далее что еще а за комиссии тогда не использовать там этот подход есть конечно есть execute statements after конечно если у вас это например за смотрите если вы например вот такой подход с чеками используете то не здорово повторяю постоянно его дублировать у вас есть какой-то стейтмент и вы его таскаете по всем тестам если он потом поменяется вам надо везде идти и менять поэтому есть паспорт execute scripts before вы можете вынести его в скрипт например назвать его disable constraints вынести в него все то что вы считаете нужно для этой базы данных чтобы за дизайблить constraint и и дальше запускать его в случае что вам нужно мало этого если вы вынести в скрипт то вы можете еще такой хитрый трюк делать вы можете резолвить имя этого скрипта из системных переменных то есть например у вас mysql вы можете сюда подставить что это mysql и сквель забавно на mysql и сквель вот если это и что h2 h2sql это позволит вам написать скриптики отключающие constraint или делающие другую важную штуку для каждой базы с которыми вы работаете и подключать нужный в зависимости от базы вот скрипт с автора понятно и здесь дополнительно нужно ли вообще дропать схему то есть есть подход когда люди говорят я буду каждый раз дропать схему и создавать ее на вот эта аннотация тоже умеет это делать она говорит можно дропать схему после теста можно дропать схему до теста то есть благодаря ней вы получаете full power да то есть вы можете делать еще все что угодно с вашей базы данных одной аннотации это же прелестно просто вот посмотрим аннотация expected data set уже не такая powerful потому что у нее только есть что вы хотите игнорируемые колонки потому что по умолчанию она считает что все что вы попросили это надо проверить что все такое же есть базе соответственно если она найдет что там есть какая-то еще колонка а у вас нету то вы подразумевали что колонка пустая ну вы ее не указали и соответственно скажет ой извините вы вы думали что она пустая она не пустая поэтому если вы хотите просто проигнорировать какие-то колонки то надо вот их добавить в ignore calls и перечислить те колонки которые вы не хотите проверять например это может быть айди колонка еще к ну там где-то там сам можно на самом деле разруливать то есть там сам это не проблема потому что им сам по все равно кто-то проставляет то есть если на уровне базы это тяжело если вы проставляете это еще и ручками тот не тяжело совершенно вы наверное проставляете их из какого-нибудь клока ну то есть даже в джаве есть клок уже в восьмой есть класс клок вот и поэтому клок класс клок можно абсолютно легко подменить вы просто делать инжек своего клока который установлен на текущее время и она вставляет уже то что вы хотите то есть с этим как раз можно работать но если же вы генерить это на уровне то есть у вас стоит дефолт current time stamp в базе и выставляете реально на у и проверяется штамм time stamp на уровне базы сгенерился то в этом случае да уже тяжелее можно но не нужно ну то есть есть хаки можно пойти в базу выполнить команду которая установит время фиксированное но так не надо делать или можно сделать еще экзекьют скрипт который изначально проставит туда ту дату которую вы хотите поэтому вариантов много как это хакнуть но лучше не хакать поэтому игнор колл существует вот для таких кейсов когда вы реально не хотите проверять какую-то колонку но вам же ничего не мешает потом достать эту колонку ну из базы и проверить ее ручками вот например с таймстэмпом что вы можете проверить что вот вы начинали тест вы можете засечь время сказать now теперь сделать вставку потом вычитать это значение из базы данных и сказать что значение который находится там оно меньше чем now и больше чем начало теста правильно вот это будет ваша сэр все как бы очень прозаично вот вот эти две аннотации позволяют вам много чего делать аннотация комит если вам нужно за комитить то вы можете поставить просто аннотацию комит и за комитить то что вы сделали как только вы за комит или у вас включается тот этот забавный элемент на который мы надеялись других подходов помните что откат произойдет назад там и так далее как только вы сделали комит это уже неправда но нас спасает подход который мы используем стратегия clean insert ну то есть она чуть что почистит таблички которая нас интересует если вы хотите ручками почистить то можно сделать вот такую замечательную xml и указать те таблички которые вы хотите чистить чтобы почистить табличку надо просто указать пустой закрывающий так и дебюнь скажет о это почистка таблички очистки все мега просто на самом деле тесты на базу это отдельный пунктик ваших ожиданий вот тесты на базу на самом деле одни из самых простых потому что это тесты черным ящиком вы не знаете с помощью чего реализовано у вас есть интерфейс у вас есть входные параметры состояние и базы после то есть вам нужно просто подготовить параметры подготовить состояние базы вызвать метод проверить состояние базы что может быть проще гораздо хуже когда у вас начинаются взаимодействия как сервиса когда сервис вызывает дау другой сервис там и прочее это тестировать гораздо тяжелее а здесь все прям мега прост но зато целый гигантский слой тестировать на самом деле и покрывает и gdbc sql хибернэйт gpa спринг-дэйту полностью убеждаетесь что это стэк хорошо и правильно синтегрирован если вы будете использовать тдд вот был один из вопросов последним а зачем тдд тдд дает очень удобный способ не ошибиться во первых не ошибиться в мета программирование вот те вопросы которые мы с вами обсуждали а сработает ли вот так далее сработает ли вот это вот еще один пример вопроса вернемся на секундочку на контроллер скажите знатоки вопрос на таком могу ли убрать здесь паблик можно усложним вопрос могу ли поставить правит нет кто за нет сформулирую вопрос до конца если я поставлю правит продолжит ли работать правильно кто за раз-два кто против 1 2 3 4 остальные хрен его знает вообще что такое разобраться бы что такое правит для начала или как он убрала что туда вообще не паблик и неправильно что так бываем я могу так тоже попробует вы можете тоже так сделать ребята вот на самом деле будет работать и тот и другой третий вариант потому что он использует reflection ему по барабану на ваши модификаторы доступа но что это обозначает для вас это обозначает для вас что если вы драйвили это из тестов и у вас какой-то момент есть тест вы можете очень легко эту гипотезу проверить у вас появляется способ проверять гипотезы очень легковесно вы убрали запустили тест тест работает значит работает поставили правит проверили запустили работает не надо собирать весь аппликейшен представьте сколько эфорта вы собираете весь аппликейшен запускаете идете в rest клиент запускаете блин работает ничего себе это нет уверенности потому что вдруг она из кэша возвращает и работает только потому что прошлый вызов сработал вы откуда из кэша получаете значение к примеру вы поднимаете три микросервиса в контейнерах и у вас инжинсы в инжинсе кэш настроен и вы не рестартовали инжинс и он ум из кэша возвращает а вы там что угодно тестить играет все работает блин а если вообще метод уберу сработает ты сработало и вы довольны были вообще не надо ничего писать она все само работает уверенности такой тогда не получается а имея тест абсолютно спокойно и что самое главное у вас не надо делать чек-листы то да знаете у некоторых есть чек-листы когда ты добавляешь spring data там новую сущность обязательно сделай следующее но арс констрактор там геттеры сеттеры пометь табличкой там еще какую-то чушь вот и вы все это там выписывать себе чтобы ничего не пропустить не дай бог а занеси табличку в этот в flyway или liquid base чтоб описание таблички не забудь поставить там айди автогенерящийся там бла-бла-бла короче кучу кучу всего это все надо либо держать в памяти либо иметь чек-лист либо использовать тесты как драйвер тест либо работа у него бинарное состояние он нехлопа работает либо не работает и он вам следующем очень очень хорошо говорит что надо сделать вы написали он угорит у меня нету бина выгрыз нублинан значит сделать бин сделайте бин запускаете еще раз играть нет таблички не надо пойти сделать табличку сделали табличку запускать он горитнет айдишки Вы говорите, е-просто, это опять сделали айдишку, запустили и так далее. И он вас приведет к конечной реализации. Но если вы не будете делать лишнего на каждом шаге, то вы придете к минимальной реализации. К примеру, новый арк констрактор не обязателен. Его не надо делать by default. Так же, как и не надо никогда entity объявлять как data и прочая чушь, которую многие делают. Это нет в этом необходимости. У вас фреймворк к этому не склоняет. К этому склоняют вас только ваши руки и больше никто. Поэтому если вы идете из тестов, то вы надежно получаете работающую реализацию. Если идете правильно, то получаете минимальную работающую реализацию. Что хорошо, чем меньше кода, меньше поддержки. Меньше кода, меньше вероятность, что он сломается. Меньше кода, с ним проще разбираться. Дешевле платить за мейнтенанс дальше, когда люди будут носить в него изменения. Соответственно, одни плюсы. И когда ты на юнит-тестах, то там вообще все замечательно. Потому что ты просто формулируешь, чего ты хочешь, красивенько запускаешь, убеждаешь, что этого еще нет. Потому что иногда люди с сюрпризом узнают, что это уже есть. И на самом деле писать-то ничего не надо. И тогда начинаешь уже делать свою реализацию. У тебя всегда есть контроль за всем тем, что ты делал до этого. Поэтому TDD вот в плане именно возможностей разработчика по его ускорению, это очень хороший подход. И самый последний мега-бонус, который дает TDD, это для меня, например, самый большой бонус. Потому что все остальные вот эти чек-листы, они, наверное, у меня уже в голове сидят. Ну, то есть я уже не забуду там каких-то вещей сделать, я их слишком много раз делал. А вот генерить код, а не писать его руками, вот это огромное преимущество. То есть вы никогда не пишете там, никогда не пишете create class или там create num и прочие вещи. Понятно, о чем я говорю? То есть, например, вот я пойду сейчас в, где тут у меня, book service simple test, да? И, например, там начну писать какой-нибудь метод. Ну, вот я сейчас сюда что-нибудь от балды допишу, да? Например, я скажу, что book service, и я просто пишу, да? Например, там find by category. Вот, и говорю категории. Каким она там будет, не знаю, java, да? Вот, и говорю ему, что find by categories. И при этом хочу еще какой-нибудь DAO, например, там, when category dao. It's find, find books. Возьмем вот эту категорию java сюда. Then return books. А здесь хочу сделать assert, assert, z, и здесь. А кого я assert, z? Я чей-то другой assert подключил, не столь суть важна. Обычно я просто assert, j использую, а в этом примере у меня по-прежнему harm. Вот, но суть в другом, что я теперь отсюда все полностью сгенерю. Я не напишу ни одной строчки кода через DE руками пойти там что-нибудь сделать. То есть мне подсказывает все. Говорит о том, что вот тут вот, видите, говорит create enum. Мне подходит enum, да? Это то, что мне нужно. Я говорю create enum. Только давайте internal создадим, чтобы потом... А хотя пофигу, давайте не internal даже создадим. Ага, а вот это работает уже идея и прикола. Я отказался один раз от enum, и она мне больше enum не предлагает. Видите? Я один раз попробовал enum, потом отказался, сделал escape. Она говорит, нет, чувак, он больше enum расхотел enum. Вот, это на самом деле такая очень напряженная штука. Ну вот я сейчас пытаюсь control z пару раз нажать. О, create enum, видите, появился. Вот, я его тут же создам сейчас под ногами. Это не так важно, где он появился. О, смотрите, java. Я говорю, окей, enum const, java. Поехали дальше. Что у меня? Категории dao. Это у меня dao должен быть fill-dom. О, появился этот. Я говорю, категории dao. Круто. Теперь он говорит, категории dao нет. Я говорю, create interface. Куда положить? В dao, да? Там все, положился в dao. Отлично. Теперь вернулись сюда. Что у нас тут? Find books. Нету метода. Create method. Тын-дынь. Что должен возвращать? И вот тут есть проблема у идеи. И проблема у идеи заключается в том, что она точно знает, что у меня заимпорчены when, then. И она по какого-то хрена не берет из then то, что он возвращает из женерика, и не дает это мне сюда, как возвращаемый параметр. Почему, остается загадкой для меня, да? Но я не нахожу времени заводить дефекты, поэтому я всегда мучаюсь вот так. Book. Это вот единственное, с чем надо мучиться. Категории, категории. Видите? Tap-tap. Все готово. Есть. Вот. Круто. Zen Return Books. Ну, видите, и то букс ему не подошел, потому что это мапа. Он мне там мапу не предложил. Значит, S List. Я думал, что букс это кто-то у нас. First и Second. Есть. S List хоть и тот мне заимпортишь. Вот. Есть. Вот. То же самое я делаю с FindByCategory. То есть я говорю FindByCategory, CreateMethod и то же самое. Видите? То есть я все генерю. Я сначала рисую красивый API, который мне нравится, который не компилится. и после этого просто его быстренько генерю с помощью IDE. Когда я его сгенерил, что мне осталось? Мне останется только сам метод, который я, ну, создал только что. И его нужно будет реализовать. Туда автоматически делается тудушка, ну, которая, когда генерит пустой метод, генерируется тудушка. И эта тудушка просто показывает, что метод недореализован. Вот и все. Вот это большое преимущество. То есть на этом можно выиграть просто очень много времени. Особенно, когда начинается работа с Podgeo стандартными, то вот CreateField, BindField, BindConstructor, ParamsToFields, там куча времени выигрывается просто. Просто куча. И когда я вижу, как кто-то до сих пор в 2018 году открывает вот так Project, идет в доменную модельку, говорит Create New Java Class, и, говорит, это у нас будет категории. Чпок, говорит, отлично. Теперь начинается медленная, не торопит. private, string, name, private, что там, int, rank, теперь говорит конструктор, public, и погнали. Вот когда я это вижу, ну, то есть, блин. Но работа идет, заметьте. Время идет, как бы количество строк кода увеличивается, то есть, ну, человек зарплату получает, все хорошо. С этой точки зрения. Вот, с точки зрения, насколько он продуктивен, все очень плохо. И самое еще забавное, что вот благодаря тому, что человек руками вот так пишет, у него получается хреново, потому что он где-нибудь вот тут final поставил, а в другом месте не поставил. И в итоге вот такой раскос в этом, в этих поджо происходит тотальный просто. Когда он это генерил, у него все по умолчанию сгенерилось однотипно из того, что он рисовал в тесте. Это большое реально преимущество. Окей, TDD покрыли. По лэйрам пробежались. А все про TDD? Да. Если вот на проекте требования, пока он туда-сюда плавает, то это работает? Смотрите, у вас проблема тогда не с кодом, не с тестами. Окей? У вас проблема с требованиями, которые плавают туда-сюда. И, ну, TDD является пострадавшим в этом плане. То есть вы все равно код будьте, то есть TDD же не имеет отношения к тому, это test-driven development. То есть то, что тесты потом остаются в конце, и вы их продолжаете использовать, это побочный эффект скорее. То есть test-driven development говорит нам о том, что мы девелопим с помощью тестов. Когда мы задевелопили, у вас получилась реализация, которую вы задрайвили из тестов, и тесты. Вы можете, в принципе, их просто выбросить, сказать, я не хочу платить за maintenance, мой код вот так плавает, и выбросить их. Это ваше право. Потому что test-driven development свою роль, вот эту именно, задрайвить реализацию, он выполнил. Тесты остаются для того, чтобы теперь позволять вашу реализацию контролировать, что она так работает. Теперь давайте вернемся к тому, вот это плавают требования. Это, блин, всегда так смешно. Требования у нас меняются постоянно. Мы сами не поймем, что делаем. Придем на работу, начинаем что-то программировать, кто-то вбегает. Уже не то. Все. Не то. Другой бронщ создают, погнали какую-то другую херню делать. То есть, ну это реально абсурд. Но суть в том, что если вы следуете принципу single responsibility, и каждый ваш маленький класс делает то, что вы сделали, то вам не надо его менять. Если вы написали класс, который считает, там, не знаю, ищет книги, этот класс ищет еще что-то, и вы где-то эту логику агрегируете в логике, то вам нужно менять только ту логику, которая поменялась. То есть, не нужно менять все компонентики, которые вы сделали. То есть, компонентики, они могут отмереть, ну, не будут никому нужны, но их менять не надо. Платить за их поддержку не надо. То есть, если я написал, например, DAO, которая работает с книгами, то даже если вы завтра будете продавать колбасу, это DAO не надо переписывать. Надо написать новое DAO, но это не надо переписывать. Соответственно, не надо платить за мейнтеннс, за изменение этих тестов и так далее. Потому что она работает только с книгами. Если у вас появилась колбаса, это DAO не имеет к этому отношения. Не надо, я знаю, может быть, из-за чего вопрос, да, вы приходите в буксервис и говорите, это теперь колбаса сервис, и начинаете говорить, окей, ренейм, колбаса сервис, и переносит, тогда вы платите очень много за мейнтеннс. Но по-хорошему, если вы TDD используете вот в таком окружении, вы просто делаете новый тест, который говорит, окей, теперь мы работаем с колбасой. Все наново генерите из него и продолжаете пользоваться этим. А бук остается. Если бук не нужен, удалите его, вернетесь к нему. Сейчас система контроля версии помнит все, что у вас было, не надо комментировать или еще что-то делать, как делали в давние времена. Вспомните когда-то, у нас же был бук. Кто-то вспомнит, если они наново пойдут бук писать. Но если вспомните, скажут, давайте возьмем тот самый бук, он же делал ровно одну вещь хорошо, работал с буками. Мы сейчас его можем назад восстановить, он также хорошо будет работать с буками. Ничего за это время не изменилось. Также, если вы посмотрите там стринг утил, те методы, которые были там с незапамятных времен, они не поменялись, что им меняться. Стринг утилс из бланк как был, так и остался. Его не надо менять. Поэтому будет меняться логика поведения вашего приложения, это нормально. Ненормально, что оно все время меняется. Это значит, что просто кто-то, кто принимает решение о том, что надо логику поменять, слишком большую машину запускает для этого. То есть, если у вас сидит там 15 девелоперов, которым платят зарплату там под 100 тысяч в сумме, вот, за там, за квартал, например, то ты когда прибегаешь и говоришь, давайте вот это требование. Надо вешать счетчик, сколько денег вот это уходит. Вот вы его начали делать, а кто-то прибегает, это уже не актуально. Счетчик обнулился, поехали на ново. Вот если люди будут мыслить такими понятиями, то, наверное, меньше будет колебаний в требованиях. Люди сначала подумают. Подумать бесплатно. Ты сел, подумал, надо это, не надо. Вторая вещь, почему вот это колебание в требованиях, потому что люди не умеют нормально делать proof of concepts и спайки. И у тебя появилась классная идея, замечательно. Давай сделаем минимальную реализацию, которая продемонстрирует, что эта идея рабочая. Выкатим ее на часть юзеров, AB тестирование там и так далее. Посмотрим, что она работает. Не работает, выбросим. Не надо ее целиком реализовывать, а потом осознавать, что ноль пользователей захотели ей пользоваться. Вот чем основная проблема вот этих. Не, не уровень девелопера, но уровень девелопера. Смотрите, опять же, все зависит от того, в каком контексте вы работаете. Если вы гребете с маленьким веслом в четвертом ряду, то вы можете сказать, слушай, это вообще не мой уровень. Вот, я делаю вот так, а потом делаю вот так. Когда меняемся лавками, чтобы руки не уставали. В таком случае вы абсолютно правы. Вообще не ваш уровень. Пусть я девелоплю, а кто-то думает. Я не думаю, я девелоплю. Но если вы работаете над продуктом, то любое мнение, что мы гребем не туда, что мы, наверное, неэффективны и так далее, оно очень ценно. И сейчас большинство компаний, наоборот, борются за то, чтобы люди, которые вовлечены в разработку, чтобы они своим дополнительным инпутом делали продукт лучше. Например, вот в компании, где я сейчас работаю почти фулл-тайм, то у нас действует такая штука. Если ты пришел и предложил классную бизнес-идею, вот в продукте, вот ты работаешь над каким-то продуктом, и ты откуда-то придумал, давайте сделаем вот так, и оно нам будет круто. Все посмотрели, сказали, блин, так это классная идея. Запилили MVP, и она реально взлетела, тебе приходят, дают бонус. Денежный бонус, вот прям вот позавчера принесли, все, всех собрали, чуваку вручили конверт с деньгами. Если ты придумал очень крутую фичу, которая реально там очень подняла денег, то тебе дают процент от заработка от этой фичи. Вот это вовлечение. Но в таком случае вряд ли от тебя выождают. Не, я просто пишу код, друзья, какие фичи, мне пофиг, вы сказали туда, я бегу туда. Сказали сюда, я бегу сюда. Разный майндсет. Вот, поэтому все зависит от вот этого майндсета. Если майндсет один, ну да, ты ничего не поделаешь с этим. Ты будешь просто сидеть и смотреть, как этот. Нет ничего более успокаивающего, как смотри, как меняются требования. И то, что вчера с таким трудом вы овертаймили, давай поднажмем, это очень нужно, завтра его аккуратненько выпили, и начинают новый овертайм. И ты такой, ну окей, работа идет. Зато точно работа не закончится. С таким подходом продукт движется очень медленно, всем хочется же его дописать, то работа точно будет всегда. Уверенность в завтрашнем дне приносит такой подход. Поэтому тоже есть плюсы, не без плюсов. Окей, по слоям пробежались. Давайте к expectation вернемся, потому что уже, блин, 2 часа 20 минут разговариваем. Unit integration есть, DB testing есть, API testing есть, load и performance. О, давайте load и performance затронем. Смотрите, load и performance, на самом деле, ответ очень простой. Это специализированное нефункциональное тестирование. Оно делается либо специалистами, которые умеют его делать, либо людьми, которые испытывают много энтузиазма для того, чтобы все-таки его сделать. Вот, даже не умея. Инструменты, благо, выше крыши. Есть платные хорошие, есть бесплатные, есть полуплатные, которые условно платные, то есть до какого-то объема бесплатные, а дальше платные. Но это все мир специализированных инструментов. Есть дешевые, ну, точнее, как бесплатные, условно, вы просто платите за свой knowledge, за то, что вы его изучаете. Такие, как G-meter, которым можно все, что угодно взять и померить. Есть накрутки над ним и около него, такие, как, например, Яндекс.Танк и прочее, которые позволяют вам реально выводить кучу статистики, стрелять по вашим сервисам из целого облака конечных пользователей. Есть те, которые интегрируются с вашими инструментами для функционального тестирования, позволяют брать ваши сценарии, например, написанные на веб-драйвере или еще на чем-то, и запускать на них прям нагрузочное тестирование. Поэтому это очень узкая область. Она для девелопера именно, вот для девелопера, который разрабатывает продукт, не того, кто отвечает за нефункциональные требования, она меньше затрагивается. То есть я бы так сказал, что это малая часть работы. Так, был еще вопрос, Spring Boot мы покрыли, про микросервисы поговорили. Есть вопрос еще с тест-контейнерами. Вот это очень хороший вопрос на самом деле. Тест-контейнеры. Для чего они нужны? Смотрите, один из подходов, что вот из того, что мы сегодня с вами описали, где может дать выгоду тест-контейнера. Тест-контейнер может дать классную выгоду в работе со сториджами. То есть когда я говорю о том, что я хочу тестировать что-то с базой данных, я могу подменить на in-memory DB. И как бы все хорошо. Но есть базы, которые нельзя подменить на in-memory DB. То есть вы, например, общаетесь там, не знаю, с mongo DB, еще с чем-то, да, и это нельзя подменить просто на in-memory, и оно заработает. Поэтому у вас должен каким-то образом оказаться настоящий mongo DB. Варианта два. Либо вы устанавливаете себе mongo DB, который у вас висит... Куда вы все смотрите? Либо вы устанавливаете себе настоящий mongo DB, который мейнтейнете, который может вдруг разломаться, потому что вы неправильный конфиг указали, который надо апдейтить и так далее, которым вы занимаетесь. И этим занимается каждый из ваших девелоперов. Причем mongo DB вряд ли вы будете сидеть и так, я перед тестом запущу mongo DB, потом после теста опущу руками mongo DB. То есть вероятнее всего, он будет у вас поднят все время. Если он будет у вас поднят все время, он будет жрать RAM, он будет жрать CPU, он будет вертеться у вас в бэкграунде, там периодически в чем-нибудь переиндексировать сам себе и так далее. Это не очень хорошо. И это все равно не даст вам никакой гарантии, потому что, например, я на винде, ко всему стыду и этому, и сожалению. И если я проверил, что там, не знаю, mongo DB или Redis у меня работает на винде, для Redis это вообще не таргет винда от слова совсем. И это значит, что я там какой-то билд Redis скачиваю откуда-то, чтобы он как-то поднимался на винде. Если я протестил, что с моим Redis на винде все в порядке, в Prode Redis или там где-то, где мы на других environment, это вообще разные Redis могут быть. Поэтому получается, я не даю возможности проверить по-настоящему, что я с этим сторожем нормально, хорошо синтегрировался. И тут мега классно помогают тест-контейнеры, потому что они позволяют тебе прямо в твоем тесте поставить аннотацию, например, mongo-контейнер или там, не знаю, Redis-контейнер. И у тебя запускается просто Docker-контейнер по стратегии, которую ты выбрал, может один раз на весь сьют, может один раз на каждый тест, на все тесты в одном классе и так далее. То есть по той стратегии, по которой ты выбрал. Поднимается та версия Redis, которую ты хочешь. Ты можешь на разных версиях теперь одни и те же тесты запускать. Ты можешь дефект, например, смотреть, как легко теперь, раньше невозможно было, мега геморно было. Представьте, у вас дефект на, и вы знаете, что этот дефект раньше не воспроизводился. То есть вы, например, год назад точно знали, что все работает. Вы берете версию кода, вот вы знаете, что этот код не менялся. И это значит, что поменялся middleware. То есть поменялся, например, Redis, поменялась, не знаю, Cassandra, Kafka, еще кто-то. Вы можете теперь легко поднять Docker контейнером старый middleware, запустить этот код и убедиться, что дефект не воспроизводился. Поднять новый Latest и убедиться, что теперь он воспроизводится. И при этом ничего на своей локальной машине менять не будете. Вы поднимаете это в контейнеры. Вот здесь вот контейнеры – это бесценная штука. То есть реально, которая экономит кучу времени. Некоторые начинают этим использовать не совсем по назначению. И, например, вместо того, чтобы вот так вот с помощью дейтабейс-райдера с DB-юнитом менеджить дейтасетики, они берут какой-нибудь дамб базы данных и каждый раз перед тестом поднимают дамб базы данных в Docker контейнере. Это все равно не будет быстро, потому что Docker контейнер с нуля будет подниматься, это займет секунды. Это не будут часы, это не будут минуты, но это будут секунды. И делая это на каждый тест, это слишком трудоемко для такой простой задачи. Есть гораздо более простой инструмент. Но поднимать, я же говорю, вот какие-то интеграции для себя очень удобно. Еще удобно поднимать какие-то сервисы, от которых вы зависите. То есть, например, вы хотите протестить, как вы регаетесь в консул. У вас есть какой-то сервис Discovery, вы используете консул, и вы хотите проверить интеграцию с консулом. Зачем вам ставить консул на свою машину? Да и станет ли консул на вашу машину, хрен его знает. Вместо этого поднимаете его в контейнере, рядышком с вами, тест-контейнер, вы просто поднимаете его прямо в тесте и смотрите его, синтегрируете, тут же его опускаете. Чудесно? По-моему, чудесно. Поэтому очень хорошая штука, главное не перебарщивать. Потому что есть люди, которые... Вот я недавно тоже смотрел на один проект. Вот ужасный говнокод, ужасный. Вот. Но в одном месте кто-то... В одном, я специально сделал серч по всему проекту. В одном месте кто-то заюзал вал из ламбока. То есть это типа такой островок будущего. То есть вот все тупо трэш, и тут кто-то вал. И такой, е-е-е, come on. Мы смотрим в будущее смело. Я был очень удивлен. То есть ты читаешь, читаешь, там, трэш, а тут вал. Думаю, стоп, типа откуда здесь вал. Может кто-то начал типа уже все на вал менять. Начал серчить, не, один вал. Такой. Причем в таком незаметном месте, там, catch exception, и там внутри catch exception, вал. Все, чтобы было. Окей. Что мы еще не покрыли? Еще один вопрос был по поводу acceptance тестов. Смотрите. Acceptance тесты, может быть, просто неправильное понимание у кого-то. Что такое acceptance тесты? Acceptance тесты – это роль тестов. Это не тип тестов, а роль. Роль, которая используется для того, чтобы, когда вы сделали какую-то функциональность, у вас ее принимали с помощью этих тестов. То есть это приемочные тесты. То есть вы в начале, например, там, спринта взяли на себя какие-то обязательства, что мы сделаем вот это. В конце спринта вы показываете это на демо, и к вам применяют приемочные тесты. То есть берут приемочные критерии, которые были изначально, они специфицировали приемочные тесты, и вам один за другим эти тесты запускают. Почему в таком True Agile подходе рекомендуется именно эти приемочные тесты автоматизировать? Потому что если мы их автоматизируем на любом уровне, мы можем их на уровне UI автоматизировать, на уровне API, то тогда мы будем брать прямо то, как нас будут проверять. Ну, это же хорошо, правильно? Мы не выдумываем свои какие-то сценарии. Как вот я сейчас сижу и думаю, а какие мне тестовые данные туда запихнуть? А запихну-ка я просто another author. Понимаете разницу, да, между another author, и когда прописано, что мы там будем проверять вот таким-то образом. То есть у вас появляется корреляция того, как вы тестируете, и как бизнес будет это проверять. Вот это очень полезно. Поэтому обычно это выглядит таким образом. В Story по-хорошему должны быть прописаны приемочные критерии. В рамках реализации этой Story вы из них формируете приемочные тесты, и эти приемочные тесты распадаются на разных слоях. Часть из них уходит, например, на системные лентуен-тесты, часть уходит на UI-функциональные тесты, часть уходит к вам. Если вы это сделаете грамотно, у вас на каждом из уровней, которые мы сегодня проходили, не будет задаваться вопрос, а как мне назвать, например, входные данные? Потому что у вас это все будет описано в приемочных тестах. Это удобно. И тогда на каждый тест ты смотришь, там не... Я на некоторые смотрю, это оказывается так, Джей Хипстер прям генерит по умолчанию. Ты смотришь, значение, которое изначально было А, значение, которое мы заменяем Б, и вот он говорит, я заменяю значение А на Б, и теперь я серчу, что получилось Б. Ты смотришь, думаешь, ебараса, кому это показать? Если это кому-то показать, я подумаю, что это как бы специально делали какую-то чушь, лишь бы кавердж достичь. Вот, ни более, ни менее чем. То есть нету серьезности вот такого подхода. Причем вот это АА и БЭ используются для любых полей, чтобы вы поняли. То есть ты просто берешь и там все меняешь на АА и на БЭ. Наверное, оно помогает быстрее матчить, что вот типа, может быть, вообще все данные могут быть либо А, либо Б. Поэтому если какое-то поле не совпадает, то точно в нем проблема, да? Я не знаю, какая-то за этим другая мотивация есть. Но вот брать данные, которые приближены к бизнесу, это реально полезно. Спасибо.